Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 марта 2016 года среда По одному из старинных 15 день месяца пробуждения природы 7524 лета третейник Мы начинаем живой эфир, который будет называться «Разговор с Евгением Федоровым» Естественно, если такой у нас заголовок, то и сам Евгений Алексеевич Федоров у нас в студии Здравия, Евгений Алексеевич Здравствуйте Здравствуйте Помогать нам будет тяжело, Юрий, здравия, Юрий Добрый вечер всем Вот, и перед тем, как затевать эфир, мы в анонсе разместили следующее упоминание Что в эфире мы обсудим самые актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед Россией Выясним геополитическую обстановку Поговорим о будущем России В частности, насколько исконное мировоззрение славян, общественный строй Жизненный и мироззренческий уклад знаний наших предков с точки зрения политиков, применимый в современном мире Вот такая у нас интересная и серьезная тема Известно, что основные направления деятельности НОД и выступления Евгения Алексеевича по поводу национализации банк, изменения Конституции Очень хорошо известны широкому кругу пользователей интернета Это можно посмотреть достаточное количество уже в Ютубе В том числе и наши слушатели об этом прекрасно знают А посему хотелось бы сегодня поговорить на совсем другие темы Верняка, они все равно будут связаны с этим, никуда мы не денемся Но Народное Славянское радио не является приверженцем какой-либо политической партии или религии Нас интересует в первую очередь знания Как знания давно ушедших времен, составляющие культуру наших предков Так и передовые открытия в различных областях науки современной Нас интересует культура, прикладных теоретических знаний о земле, человеке, обществе И, следовательно, основой для нашей державы Сейчас не секрет, что мы находимся под оккупацией О чем Евгений Алексеевич постоянно говорит И в первую очередь информационно-культурной оккупацией И в связи с этим наиболее строго и остро стоит вопрос Наполнения информационного пространства нашими родными культурными кодами И замещения ими навязанных нам так называемых западных ценностей Вот такая канва еще дополнительно с моей стороны И если есть желание, то я предлагаю как начать? Я предлагаю, чтобы о себе что-то сказать нашим радиослушателям В дополнение того, что они знают, буквально несколько слов И после этого мы можем уже переходить к вопросам, которые получали до эфира И которые сейчас уже в чате нашего радио поступают Вот такое предложение Совсем коротко Вопрос Эноды – это вопрос власти То есть кому принадлежит власть А власть, конечно, после того, как удастся ее взять нам обратно в руки Я имею в виду тех людей, которые живут на территории России То после этого, естественно, надо чем-то загрузить И, конечно, она должна быть загрожена не придумками из-за рубежа, которые нам подсовывают От той полутора тысячелетней только истории российского государства А так семи тысячелетней истории, которая еще была и до российского государства И, естественно, за вот этот опыт, который семь тысяч лет или полторы тысячи лет формировался За этим опытом стоит просто миллионы жизней, тысячи воин То есть он формировался в жесточайшей конкурентной борьбе И выработанный нашими дедами, прадедами, прапрадедами, далекими в том числе вот этот опыт Это лучший в мире опыт Потому что объективным показателем Россия по этому опыту обогнала абсолютно все до одной страны мира И по территории, а к 17-му году и по численности населения То есть это как раз означает, что объективные критерии этого опыта лучшие, чем какой-либо другой нации Китайцев, англичан, немцев, французов, именно поэтому они, собственно, против нас всех и объединились Как раз подтверждая, что у нас лучшие методы и лучшие опыты госстроительства Отсюда и вывод Победа НОДа – это возвращение исторического опыта, исторической технологии, культуры Выработанной нашими дедами и прадедами, которую надо изучать И я обращаюсь и к вашему радиоуслушателям Вот одно из той школ, которая его изучает и позволяет использовать для дальнейшего совершенно прагматичного госстроительства Это, конечно, вы и в этом ваша огромная заслуга Хорошее выступление, благодарю за теплые слова и упоминания нашей древности Многие потому что говорят, что ну вот тысячи лет примерно так, как Россия Кто-то там чуть больше, кто-то чуть меньше А когда звучат уже 7500 и так далее То это уже говорит о том, что человек интересуется, как минимум интересуется нашим прошлым Итак, переходим уже к вопросам, которые любезно наши радиослушатели сбрасывали в чате, ВКонтакте и так далее По почте Начнем, наверное, с этого На федеральных каналах ТВ присутствуют потери нравственности, пропаганда алкоголя, табака Пропаганда разврата, гомосексуализма, пропаганда тупости Что с этим можно делать? Напоминаю, это вопрос от наших радиослушателей, это не я их с вами придумываю Ну, а как вы хотели в условиях оккупации, да? То есть, что такое оккупация? Это отсутствие суверенитета, за нас решение принимают другие народы Которые в конкурентной борьбе нас победили Ну, давайте назвать по-честному все То есть, именно поэтому до нас наши деды и правиты сражались насмерть Тратили свои жизни, чтобы защитить независимый суверенитет своего отечества А то поколение, конечно, и мы относимся 25 лет назад, они вдруг страну сдали, не стали сопротивляться И, естественно, автоматически, как всегда в результате получается, получили внешнее управление А дальше, что будет делать с нами другие народы и государства, которые в конкурентной борьбе получили право над нами управлять? Естественно, они продолжат ликвидацию Для того, чтобы мы в будущем не бросили им вызов Для того, чтобы мы не прекратили выплачивать им дань, как любые побежденные выплачивают Но это нормально, обыкновенно То есть, тут нет какого-то, знаете, неожиданного результата Соответственно, их важнейшие механизмы – это, естественно, пропаганда Которую в средствах массовой информации, которые к ним напрямую подчиняются и проводят То есть, вы не решите вопрос пропаганды уничтожения нашего народа через телевизор Не решив вопрос главный – о власти, то есть о суверенитете Соответственно, решить проблему пропаганды телевизора можно, конечно, борясь с телевизором Но это бессмысленно, не получится А надо решить содержательно А содержательно как раз и выработано национально-освободительным движением Ну, уже детализировано Это конституционная реформа Это процедура восстановления суверенитета, которая сейчас идет и на Донбассе, и в России Но идет с трудом То есть, усиление тех тенденций, нода Нод широкий, не только мы, как штабы, но и Путин, и Бастритин, и другие элементы большого нода Усиление их То есть, оказаться на их стороне, чтобы они победили на нашей То есть, выбор для каждого человека, личное участие, на какой стороне быть На стороне интервентов или на стороне своего отечества, своего освободительного процесса Ну, я думаю, это риторические вопросы Любой здравомыслящий человек, он, наверное, скажет Я хочу быть на стороне нашей, а не каких-то там интервентов Ну, все-таки Вот прозвучала фраза, что сдали Конкретно сдали нас там несколько десятков лет назад Развалили все Сдали за какие-то там коврижки, посулы Кто-то за реальные, может быть, там золото Не знаю, это уже другой вопрос Но сдали А почему эта сдача произошла? Может быть, потому, что как раз забыли, кто мы? А, Владимир Владимирович Путин очень хорошо об этом сказал Сдача началась в семнадцатом году На самом деле Он упомянул даже персонажи И просто девяносто первый год Оно продолжилось А что произошло в семнадцатом году? В семнадцатом году изменился тип Государственного российского строительства То есть, он из исторического типа Стал другим, марксистским То есть, привезенным извне Естественно, если вы Настроили ваш государственный механизм На свою, там, все-таки Полторы или семь тысяч лет истории Это много, чтобы выстроить Конкурентный государственный механизм И вдруг он ломается под корень И выстраивается пришлый Естественно, направленный на Победу над вами Это понятно Вы не забывайте, что команда Семнадцатого года пришла с лозунгом Поражение своего государства И этот лозунг реализовала Поэтому, как вы хотите От врагов, которые пришли Открыто и честно Чтобы мы потерпели поражение Чтобы вы победили с ними Во главе Конечно, нет Дальше пошел процесс Который в девяносто первом году Усугубился В виде уже конкретно Такой масштабной ликвидации Нас по отношению к Соединенным Штатам Америки Которые просто оказались Вот за всеми этими словами Сдали, не сдали Другое слово Все это Мы оказались слабее Враг оказался сильнее Ну, так бывает Значит, и Бывает и в спорте Бывает и в войнах И мы, кстати, не первая война Которую мы проиграли В нашей истории Тоже надо это признать Оказались слабее Вот Оказались слабее По линии вертикали власти Допустили в руководство Нашей страны Агентов врага Мы, кстати, тоже Своих В процессах войн Агентов Руководства других стран Частенько заводили Мы же это тоже понимаем Но в данном случае Враг нас победил Ну, вот Бывает, что победил Значит, сделать надо выводы И Отменить акт о капитуляции Собраться с силами И По новой победить Вот это и есть Собраться с силами Технология сегодняшнего дня Национально-освоительного движения Тем более Есть Как бы Заделы Например, ядерное оружие Вырвать у нас из рук Это оружие не удалось врагу Хотя он очень хотел И Даже были описания Вот мне понравилось В книге врага Очень хорошо это описано В Дожде Редактор недавно книгу написал Там он открыто написал Что Цель американцев была Изъять у России Ядерное оружие Украины удалось изъять В 90-е годы У России не удалось В том числе В силу позиции лично Путина Он маневрировал Но не отдал Ну вот Есть задел Который позволяет нам Перейти ко второму этапу А второй этап Это Восстановление наших границ Отечества Потому что Неважно Если ты отказался От части Отечества Я имею ввиду Киев Или Ригу То естественно Ты отказался От всего его Нельзя Отказаться от части Отечества Либо все Либо ничего Тут Не бывает Промежуточных вариантов То есть надо В своих головах Поменять Ту пропаганду Которую нам заложили Что Киев это не Россия Что Рига это не Россия Вильнюс не Россия И дальше Поэтапно Не обязательно военным путем Возвратить свои границы Международно признанные Кстати Спокойно и не торопясь После чего Продолжит Конкурентную Мировую Тысячелетнюю борьбу И в экономике Надо восстановить Суверенитет Мы естественно Увеличим объемы Нашей экономики В десятки раз Как они и были Кстати 25 лет назад То есть Есть совершенно четкий план И план этот Изложен-то Путином Достаточно подробно В части экономики Например Да и в геополитике Он предпосылки К этому дал Очень хорошие Просто не все Он может говорить То борьба В этой борьбе Надо победить Напряжением Высочайшим напряжением сил А может и жизнями Ну такова жизнь Да Ну вот когда вы говорите Такие смелые слова Вот я думаю Какой же все-таки Евгений Алексеевич Смелый человек Находясь в оккупации По сути Вы говорите такие вещи Которые оккупант Просто мог прийти Б и голову открутить Вот Не берет на такое ощущение Так страха Там не трясется что-нибудь И сейчас вот придут ко мне Я тут наговорил такого А мне сейчас придут Придушат Во-первых Это все означает Что оккупант ослаб То есть Сложились условия Это очень важно И Если бы Я эти Вечи говорил Там лет 10 назад Ну наверное Так бы и произошло Сегодня прикрывает Путин Сегодня им созданы Предпосылки Для победы нода И дальше Мы Должны реализовать Эту Возможность Победить Вот когда Первый вопрос Я зачитывал То там была такая Подоплюка Насколько я понял Как автор Хотел задать вопрос Что Когда Животное Скажем так Оно крепкое Сильно Не болеет То блохи Которые на нем Иногда селятся Они не могут его Заразить чем-то Они не могут его Убить А когда оно Начинает сдавать Позиции То в этом случае Они его и закусывают И часто бывает Погибает Так вот Когда здесь Я задал вопросы Я вот такую мысль Ложил уже В конце этого вопроса От себя Добавил Может быть Все-таки Эта проблема Возникла Сдали Почему Потому что Потеряли корни Потеряли устои То есть Появились Те самые Политические Проститутки Про которые Говорил товарищ Ленин И что Что так Что так За деньги Они готовы Нашим и вашим Плясать И они просто Стали сдавать За посулы За коврижки Вот эти слова Я не просто Так дополнил К этому вопросу Может быть Утеря наших Пониманий Древности Общинности Понимания любви К родине И самой державе Отчизны Может быть Это повлияло Что вот Появились такие мерзавцы Которые стали Сдавать нас Так нет Я отлично понял Эта часть вопроса Но дело в том Что это не так важно Потому что Такие мерзавцы Как вы называете Были всегда И в целом Совокупно Это называется Ослабли То есть Ослабли Это тоже Относительное понятие То есть Мы оказались слабее врага Вот и все Через что мы оказались Да Через расширение Количества мерзавцев Через ослабление Вертикали власти Через ослабление Национального строительства Но если говорить Вот О деталях Этого ослабления То Владимир Путин О них Как раз четко и сказал Когда говорил О роли Ленина Детали этого ослабления Возникли тогда То есть Основное поражение Вот Идеологически Стратегическое Мы потерпели В семнадцатом году Когда русский народ Отошел от себя И от главного принципа Защиты своего отечества Поменяв это На другой принцип На какой-то другой В данном случае На социальную борьбу классов На марксизм Это уже не так важно И в целом Я Вы знаете Смотрю на это Ну не то что Конечно болезненно Но философски Я понимаю Конечно Но никакому народу Не хочется Наверное умирать Но умирают Многие народы Вот Россия В процессе Своей конкурентной борьбы Уничтожила Десятки империй Десятки государств И шведское Ну конечно В тех масштабах Которые были И литовское Великое княжество Которое Было сильнее России Будем так говорить И экономически И по численности Неселения И даже по территориям В каком-то период времени И турецкую Османскую империю Австро-венгерскую То есть само по себе Это такая Конкурентная борьба В которой Мы были Все время победителями Вот В этой ситуации Оказались слабее Ну причины Блохи Неблохи Оказались слабее Вот это наверное Важнее всего Тогда мы сможем Поменять ситуацию Если изменим Свою слабость на силу А метод нашей силы Я же об этом С самого начала начал Он традиционен Если мы используем Немецкие методы Как попытки Обвернуть нашу силу Они не выйдут Или английские Или американские Только наш Славянский Исторический Метод Госстроительства Идеологии Борьбы И культуры Ну это же понятно Ну естественно Да Хорошо Следующий вопрос Вопросов очень много Продолжает идти Я просто боюсь Мы там до утра Не справимся Хорошо Какое ваше отношение К официальной истории Славянских народов Которая призвана Признана Нормандской Теории Происхождения Ну это Кем-то признана Нормандская Кем-то Ненормандская Это тоже борьба Просто идущая На уровне Идеологии И культур Идущая на уровне Вот пропаганды Скажем так В сфере Истории Преподавания Потому что Историю уже тоже пишут Как говорится Люди И эти люди Имеют зарплату А значит Имеют заказ И в данном случае Я считаю Что конечно Это Многократно Все Менялось Был заказ И Есть и другие Исследования Которые говорят Что это совершенно Ненормандская Это как раз русская И скорее Норманы брали Много от русских Чем наоборот И тот же Если вы говорите О Варяге То Насколько я понимаю Что это был Русский воин Который Получил хорошую практику В течение Какого-то количества лет Скажем так На За границей Ну для нас Тогда за границей Ничего в этом Такого особенного Нет За границей У нас люди ездят Ничего страшного Есть такое предположение Что как раз Наших воинов И приглашали туда Не только Чтобы они там Квалификацию поднимали А чтобы защищали Мы можем вспомнить Японского Да Мы можем вспомнить Японских императоров Которые приглашали Именно наших казаков И наши казаки Обучали Обучали тех Которые сейчас Им каратэ славятся На весь мир И так далее Так что От нас Ну вы понимаете Самый главный показатель Я его назвал Самый главный Вот как в спорте Вот вы точно знаете Кто у вас олимпийский чемпион Или чемпион мира По любому виду спорта Правильно Потому что Есть четкие критерии Вот Конкуренции наций Критерии Это численность и территория По обоим критериям К семнадцатому году Мы были лучшие Значит методы наши Лучшие Вот и все Логично Так Следующий вопрос Раз уж мы говорим Про территорию То следующий вопрос Считай такой Карты Тартарии Подарили Путину Что дальше Не пора ли признать Существование Огромного Славянского государства Ну еще раз Это вопрос К историкам И Государственной политике В области истории Конечно Надо признать Те факты Нашей самой большой Мощи и силы Которые у нас были Ну для того Чтобы мы Вернулись В истину Да То есть Говорили языком правды Конечно правда важнее Чем ложь Это понятно Но ведь Был показан Так мельком Скажем так Вот этот сюжет О том Как Владимир Владимирович Изучает карты И потом в этом забыли То есть буквально Вот на центральном телевидении Это было показано Ну может минута две И дальше все Тишина А вот Все остальное Пожалуйста Смотри хоть засмотрись Так естественно Так мы же имеем дело Центральное телевидение Как вы его назвали Это телевидение Врага Да Оно Смотрит в полглаза На Владимира Владимировича Но в принципе На девяносто процентов Это конструкция врага Управляют ими враги Они их это строили Они выстроили Систему контроля Кадрового Финансового С точки зрения Института собственности Все это телевидение Оно же частное А все частники Его владельцы Находятся в Лондоне Финансирование идет По линии И рекламы И международная Рейтинговая система Которая находится В Нью-Йорке Ну и детали То есть понятно Это же в чистом виде Ну а как вы хотите На оккупированной территории Вот Гитлер захватил Часть Советского Союза Ну что он там Допустил бы Издание газет Значит Не знаю Красный Путиловец В Киеве Ну конечно бы нет Ну а как иначе может быть Что тут удивляться Это враг Но у нас же появляется Канал Например канал Звезда Это уже огромнейший Холдинг Причем Федеральный Насколько я понимаю Такого уровня Государственного даже уровня Есть еще Культура Остальные Почему там Не показывается Это же не частные каналы Это уже созданные Скажем так При поддержке государства Ну слушайте А государство у нас И опять же Если мы возвращаемся В начало То мы тогда говорим Российское государство Коллаборационистское Ну логично Вот простой вопрос Было ли государство ГДР коллаборационистским Или государство Польши Во времена СССР Или Чехословакия Ну давайте честно спросим У наших Слушайте Коллаборационистское Было чехословатское Государство Во времена СССР Ну наверное Надо на русский язык Перевести Нашим радиослужбам Поскольку все Славянское радио И вот эти все Коллаборационисты И все остальные слова Тяжеловыговариваемые Внешнеуправляемые Вот это вот более правильно Внешнеуправляемые Со стороны Советского Союза. Естественно, и наше государство внешнеуправляемое, о чем, кстати, в Конституции, в законах русским языком записано. О чем... Тут даже и спорить нечего. Даже глава Следственного комитета говорил о том, что это называется диверсия. Ну, так вежливо сказал. Ну, конечно, диверсия, если тобой управляют враги. Если во всех российских основных министерствах сидят начальниками граждане Соединенных Штатов Америки официально, и никто, кстати, это не скрывает. То есть это хитрый, какого-то тайны в этом нет. Просто об этом не принято говорить. Ну, они же сидят... Ну, понятно, что не министр экономики, там, Улюкаев или Суланов министр финансов принимает решение, каким в России быть налогом, или какой в России быть экономической политикой. И там, и там сидят американские граждане напротив их кабинетов, которые эту политику вырабатывают. Ну, это же факт. То есть, понятно. То есть вот этим каналам, которые я озвучил, два канала государственных, они, по сути, все равно государственными не являются, и смотреть их смысла нет. Не так. Просто надо смотреть на вещи со своими именами. Конечно, эти каналы по шкале, они более пропутинские, чем, допустим, канал первый, или вот там НТВ. Это да, это правда. Но как система, они все замыкаются на внешнее управление, на контур, как система. И были более прорывные вещи, ну, например, этот самый, специально созданный Путиным зарубежный вот этот канал Russian Today, да. Но тем не менее, и он не вторгается в вопросы, которые ему запрещено вторгаться. Главный вопрос из суверенитета. И то его, знаете, как бояться? Когда Кандализа говорила, что Райес, госсекретарь США, говорила, что мы проигрываем России и российскому Russian Today, который, по сравнению с американской пропаганды, это доля процента финансирования. Вообще ничего. Ну, им нельзя. Вы видите, Russian Today в России нет. Нельзя обсуждать вопросы суверенитета и этим каналам. То есть, они пытаются эти вопросы поставить, допустим, канал Звезда, но они не могут пойти против системы. Хотя в ней они занимают такую более национальную сторону, чем, допустим, первый канал. Ну, хорошо. Если уж говорить, Россия Today создана Путиным, ну, вот я, например, директор канала какого-то, что же, я пойду к к акционистам, короче, и буду у них говорить, ребята, давайте-ка мне своих этих пяти колонщиков поставлять, и нет, я говорю, вот Василий пускай будет заниматься этим, Петр вот этим пускай будет заниматься, и так далее. Они подбирают команду под моим присмотром, и у нас получается цельная команда, цельное такое направление со своей диалогией, пониманием, что мы хотим донести людям, что мы хотим сказать, и так далее. А тут получается, Владимир Владимирович создал канал, но при этом сказал, кто хотите в него, то и лезьте. Нет, он создал канал, ну как бы по его требованию канал создали, но по правилам системы, вот как бы это сказать, вот вы можете себе представить, чтобы огурец, будучи в соленом растворе, не стал соленым? Тяжко. Ну вот то же самое. Очень быстро все эти даже созданные по требованию Путина национально ориентированные каналы, ну практически с первого дня, они сразу обкладываются кучей условий, обязательств финансового характера, ну не даст американская агентура там в министерстве финансов российскому каналу деньги без определенных условий. И звонками Путина это не отрегулировать, он раз позвонил, два и что. Каждую секунду он звонить не может. Вот как эта история с Крымом, когда были пропоминцы, он говорил, стоило мне отвернуться, и даже мое министерство обороны, которое он создавал 15 лет, как национально ориентированных, вежливых людей, остановилось. А тут целая страна, в которой ежедневно надо принимать тысячи решений. Конечно, это все по-другому выстраивается, буксует, и вообще, ну как говорится, Путин-то не спасет ни от увольнения, ни от закрытия, ни от банкротства, ну не спасет он. Ну понятно, да, это не семиглазые восьми рук, это все ясно. Хорошо, ладно, идем дальше по вопросам, так потихоньку беседуем, мы вопросы разбираем. Историю пора пересматривать, как вы считаете, когда это произойдет? Мне кажется, уже дан ответ, когда власть будет, тогда и произойдет, да? Хотя борьба, у нас есть такое министерство культуры, и вот посмотрите, какая в нем жестокая разворачивается борьба. То есть, национально-освободительное движение, если кто-то думает, что это только пикетчики на улицах, он ошибается, хотя таких у нас 250 тысяч. Национально-освободительное движение, это боевые действия, политические, в каждом узле государства. Вот, допустим, Министерство науки и образования, мы даже подойти туда не можем, и никто не может. Там даже глава Думы Нарышкин писал бумаги, что надо уволить министра. И все лидеры фракции писали, ну, естественно, не без согласия пути, не можем ничего сделать. То есть, там настоящие железобетонные ждут врага. А вот Министерство культуры, все-таки там идет борьба, то нашим, то вашим. Когда туда министерство пришел, вот, новый министр, то вначале оно было абсолютно белоленточным, когда он туда пришел. И первые два года он даже особо там ничего не мог сделать, за что и был, сильно ругая, и в том числе по линии Государственной Думы, и мной лично. Потом там часть вопросов удалось отбить. Но все равно не до конца. А, соответственно, еще вот эту историю, она еще не развернула, она еще не развернула для того, чтобы формировать правдивую историю. Хотя во главе Министерства более-менее нормальный человек, но он тоже учитывает обстоятельства, которые его окружают. Понятно. В общем, с переменным успехом, шаг вперед, шаг назад. Хорошо. Что стало с концепцией учебника истории, который был опубликован на сайте «Национальный курс»? Знаете вообще этот учебник? Да. Во-первых, давайте начнем сначала. Владимир Владимирович Путин потребовал, чтобы был написан учебник истории правдивый. Помните? Было такое. После чего Владимир Владимирович министр образования ответил, не будет такого, Владимир Владимирович, как ты хочешь, а будет концепция. А потом еще и несколько концепций. А суть-то очень простая. Не подчиняются Соединенные Штаты Америки, а учебник истории это все-таки вопрос Минобразования, Владимиру Путину и соответственно их агентура в России, в том числе и в Министерстве науки и образования ему не подчиняется. Поэтому его идея о правдивом учебнике истории откровенно не выполнена. Так же, как и не выполнены тысячи его приказов и идей, в том числе изложенных в виде указов и распоряжений. Тот же, например, майские указы о повышении доходов населения с указанием, как это сделать. Ничего это не сделано. Или его решение о запрете ювенальной юстиции. Когда он вышел в колонный зал и сказал, я запрещаю принимать закон, который формирует в России ювенальную юстицию. Ну и плевали, все равно ювенальная юстиция в России есть. То есть, это вопрос не только суверенитета, это еще по-другому вопрос выглядит. Почему для нас один из элементов борьбы для НОДа это формирование национальной вертикали власти на Путина. То есть, дать ему полномочия, чтобы его решения были исполнены. Вот он сказал, должен быть учебник истории единый. Все, это должно быть сделано. Не сделал кто-то, чиновник, который за это отвечает, там их много, конечно. Все, к нему пришел. Вот я ехал сейчас, извините, в пробку попал. Нарушили бы мы правила, поехали бы в встречный. Нас бы наказали, правильно, по закону. Ну, наказали бы. Это уж я не знаю, некоторые проезжают спокойно, им еще честь отдают. Наказали бы. И оштрафовали, водителя бы прав лишили, а регулярно, и там у нас даже уголовная ответственность за это есть. А министры могут делать, что хотят, и не выполнять приказы главы государства и президента. Им ничего за это нету. Не потому, что нету, а потому, что нету такой у него власти. То есть, он не является субъектом власти по конституции. Значит, надо ему эту власть дать, потому что он элемент нода. И дальше, кроме того, это элемент русского строительства, традиционного государственного строительства, когда в России существовала вертикаль власти, всегда не было такого, что была демократия, была вертикаль. А, допустим, у англичан не было такого механизма. У них был механизм, когда сюзерен, он есть производная графов, то есть, производная второго эшелона. В России другой был тип госстроительства. Его надо вернуть. То есть, и стратегически через конституционную реформу, и тактически через чайные полномочия. И тогда будут решены проблемы и учебника, истории, и уровни жизни, которые у нас обратно поднимутся в 20 раз, и экономики, и всего остального. Евгений Алексеевич, нашим радиослушным, наверное, стоит напомнить, а как вообще в России назначаются министры? Вот есть Путин, есть его какое-то ближайшее окружение, есть Медведев и его какое-то окружение. Вот давайте расскажем, как назначаются и кто в какое окружение входит? Министры назначаются под задачи, то есть, как и на любой работе, министр не исключение, если вы идете работать врачом в больницу, предполагается, что вы врач, у вас есть, значит, необходимый диплом, практика там и так далее, и вы идете туда врачом. Вот министр идет в министерство исполнять решение оккупанта, это его изначальная функция. Фамилия министра, его желание, его патриотизм не имеют никакого значения. Само министерство должно служить иностранцам, оккупантам России, а что конкретно это означает, это министр не должен производящий управление, то есть, он исполнительная должность, так и называется, исполнительная власть. Для этого рядом с ним находятся граждане Соединенных Штатов Америки, целые команды, просто тысячи человек, ну, в министерствах это десятки, сотни, которые доводят до сведения министра в виде документов, то есть, готовят нормативные акты министерств, приказы министра, постановления, проекты законов и все остальные бумаги, которые выходят за подписью министра. Хочешь быть министром, играй по этим правилам. Не хочешь, не назначайся, никто не заставляет быть министром. Но министр при этом получает хороший оклад, возможность воровать, ему дают оккупанты, то есть, коррупционные дополнительные доходы и все остальное. Это как бы привилегии этой должности, из-за которых на министры идут люди. Даже патриотический человек, ну, если у тебя ты сильно большой патриот, значит, просто не иди в министра, вот и все. Ну, так все-таки назначение окончательное, кто подписывает министру? Кто подписывает и принимает решения разные вещи, о чем вы правильно подметили сейчас. Подписывает во всех странах президентского типа, где президентская должность предусмотрена Конституцией, а это большинство стран, и Советский Союз был такого же типа, конечно, президент. И в Советском Союзе все назначения подписывал президент. Допустим, в известные времена Сталина это был Калинин, который подписывал все до одного назначения министров Советского Союза. И законы Советского Союза, и бюджет, и вообще все нормативные акты Советского Союза выходили за подписью Калинина. Но каждый человек в Советском Союзе знал, Что Калинин властью не является Так же как, допустим, президент Германии Или президент Греции Или президент России Но в России почему-то это не знают То есть вот эта пропаганда вранья Она как бы заложила в голову ощущение Что это человек, имеющий право Что-то не подписать Калинин не было права подписать Ну да, дедушка всероссийский староста Он был ограничен, он просто был дедушкой Исполняющим, который подписывал А здесь Положено было и по законам Это не какая-то, значит, исключительно, так и должно быть Эта должность за другое отвечает, за процедуру Поэтому президент в России Законодательная, исполнительная, судебная власть Президент к власти не относится То есть он не является предметом власти Ну вот такой вопрос У меня опять же тут в чате идут Я смотрю Сейчас, если смотреть, это Единая Россия Там есть очень много Ну вообще самая крупная фракция, насколько я понимаю Там больше 300 человек Нет, не больше 300 В Единой России 200, где-то 40 человек Ну это все равно большинство получается Большинство получается Так вот, там есть очень известные и очень богатые люди Настолько богатые, что простому нашему человеку Пенсионеру или там, не знаю, студенту или рабочему Просто не снилось такие деньги Вот если бы, например Ну так поиграем, да Если бы я был президент Вот, к примеру, я президент И я понимаю, что вот эти вот товарищи Запада, они очень активно себя проявляют И, ну как-то себя нехорошо ведут Что бы я сделал? Я бы сказал, друзья мои Давайте вот сделаем так По миллиардику скинемся Создадим новую структуру Которая будет полностью как министерство И туда назначим своих людей И будет у нас сельское хозяйство Прекрасно подниматься Там оборонка, промышленность Что угодно А эти пускай номинально какое-то время побудут Пока сами не издохнут, не счахнут Их же никто поддерживать не будет Мы перекроем все канальчики и так далее И будет у нас собственное министерство А потом мы их, ну, заново, то есть, воссоздадим Как феникс и спекл, так и раз И родились Интересная мысль Значит, ну Условно говоря, где-то в этой Близкой к этому сфере Владимир Владимирович сказал Давайте проведем деофшеризацию То есть, по-русски говорю Это национализация Или деофшеризация Вот правильно, да Правильно По-русски это национализация То есть, давайте сделаем так Чтобы наш бизнес Подчинялся не Лондону А Москве Ну и что? А кому он это сказал? Вот тем же бизнесменам Которые сейчас самые богатые и крупные Которых мы можем знать Или как? Или просто все бизнесмены сказали? Он это сказал всем Кто может повлиять на вопрос И что? Ничего не произошло Он многократно встречался с бизнесменами Последний раз, по-моему, месяца полтора назад И еще раз им сказал Они ему в ответ Нет, давайте мы не будем этого делать Мы к этому не готовы Ну и на этом встреча и закончилась И программа деофшеризации О которой он говорит каждый месяц Он постоянно ее пробивает Она на этом и завершилась Нету власти То есть, сказать можно И вы можете, и я сказать Но, чтобы слова ваши Допустим, были исполнены Надо, чтобы вы были властью Правильно? Тогда ваши слова будут Это касается и президента Давайте мы с помощью народа Дадимому право Принимать решения Обязательного характера То есть, быть властью Как это в России Русской традиции и есть Исторической Тысячелетней Тогда его решения Будут исполняться всеми А тем, кто не исполнит К ним придет прокурор Районный Какой-нибудь мелкий Прокурорчик И скажет А что ты Вот у меня есть пунктик такой Указ номер 6 А ты не исполнил Давай-ка тебе для начала штраф 20 тысяч А потом через месяц Ты второй раз не исполнил Значит, рецидив Давай-ка мы тебя Подсадим в тюрьму На годик Ну вот так же это работает Я уже думал Придут какой-нибудь прокурор А за ним там два человека В кожанках с наганами Скажут Ну ты что, дружище Тут не то делаешь Нет, это все можно и так Ну зачем? Если вы дадите право власти Достаточно даже просто Полномочий Участкового полицейского Дать президенту Решение которого Для всех тоже обязательно Ну в части касающейся, конечно Хорошо Тогда такой вопрос Не надо сказать Ну нет Это как я в шутку сказал Что не скажешь В сутельном разговоре Как говорил известный персонаж Представим себе такую ситуацию Что Наконец-то Случился У нас Референдум За него мы ратуем И Большинство людей На референдуме Сказало Что Все Мы передаем Все полномочия В руки нашего Любимого Горячо любимого президента Но ведь Не сам лично Владимир Владимирович Путин будет подсчитывать Все бумажечки Все за и против Это опять же будут делать Те Которые Ставленники Пятой колонны Так или иначе Потому что Все находится в руках Где Гарантия того Что Референдум Результаты вернее Референдума Будут известны Да и вообще Референдум сам пройдет Вот два вопроса Что референдум пройдет И результаты будут точно Такие Как они там Народом изъявлены Гарантия Это Расстановка сил То есть Если на стороне Путина Будет большая часть Сознательных сил И Ну хотя бы народ Потому что Понятно что в элитах Большая часть На его стороне не будет А будет меньшая часть Которая сейчас Есть на его стороне То есть Есть из элит Раз людей Там Нарышкин Бастрыкин Упомянутый мною Которые Вежливые люди Которые были в Крыму И так далее Но вот в этой расстановке Нужно появиться Народ А народ Не появляется То есть Народ Народ Не формирует Такого рода Заказ А раз нет Такого рода Заказа То конечно Путин против народа Не пойдет И не должен идти Но если народу Не нужно быть Богатым Свободным Суверенным Массе людей Если они Такую задачу Не ставят Перед властью Мирно Естественно Ну как это Предусмотрено Законами Хотя бы То естественно Эту задачу Никто и не будет Выполнять Да Путин сказал Как Ну допустим Условно Майские указы Вот он уже сказал В два раза Должен повыситься Реальный доход Населения Указал срок До 2000 года Там это Доход Реального населения С этого момента Упал в два раза Да приблизительно После этих указов Им четыре года уже Да противоположность Пошла То есть В два раза упал То есть соответственно Исполнение указов Президента Которые не отменены Действующие Означают рост доходов Населения В четыре раза По отношению К сегодняшнему дню Но люди не хотят этого Им это не надо Потому что Если бы они этого хотели То тогда Когда Путин их Призывает Его поддержать Они бы его поддержали Они его не поддерживают Они говорят Рейтинг Ну рейтинг Он у Аллы Пугачевой Рейтинг И рейтинг Власти не дает Власть дает Полномочия Вот допустим 18 марта В очередной раз До этого было 4 ноября Прошлого года Путина Его команда Его люди Приглашают людей Его поддержать В данном случае На Васильевский спуск В Москве И по всей стране Но опять Если будет Там 100 тысяч человек Ну явно Что это не поддержка Это Хорошо 100 тысяч Лучше чем ничего Но это не позволяет Двигаться Вперед В проведении Восстановлении Суверенитета То есть Не хотят люди У них нет заказа На суверенитет Вот у наших дедов Был заказ Мало того Что не просто был Заказ на суверенитет Допустим Периода 41-го года 45-го года Был реализован Не просто Через желание людей То есть Не просто Они на митинг Пришли Про Национальный Про советский Они На фронт пошли Из них 30 миллионов Погибло Понимаете То есть Люди реализовали Своё желание Жить в свободной стране В том числе Ценой жизни А сейчас У людей Два часа Нету После этих Двух часов У них Даже Официальный Доход По требованию Путина Поднимется В 4 раза Им всё равно Это не нужно Но не нужно Это их выбор За них Никто Это делать Не будет Понятно Я просто хочу Уточнить Значит У нас же Есть некие Структуры Которые Считают Да Вот эти Бюллетени И так далее Представим Что пришло Ну сейчас У нас там Около 100 с чем-то Миллионов Да Официально Скажем так 60 Или даже 60 миллионов Это очень много Не думаешь Так много получится Потому что дети Там Это старики Которые могут не прийти Но всё равно Большинство признало Что да Это надо сделать Референдум Объявлен И пришли Но и как известно Иосиф Виссарионович говорил Неважно как проголосуют Важно как просчитают Кто считать будет Вот ключевое слово Кто будет считать Не сам же Путин Будет бумажки перекладывать Где вероятность того Что пятая колонна Которая везде И во всём Под присмотром Своих Главарей Из-за рубежа Они просто-напросто Не посчитают Так как нужно им И референдум Перейдёт опять Ну в профанацию Скажем так Мягко Ну во-первых Потренировались Уже в Крыму Где посчитали Всё нормально 95% И Механизм Сам Вот Вполне Понятно Отработан А теперь Просто немножко Расширьте Свой кругозор И те кто Задает эти вопросы Ну до политического уровня Вот если у вас на улице В вашу поддержку Допустим Миллионы людей Десятки даже Может миллионов Ну понятно Что у вас есть Возможности Политические Среди этих Десятков Миллионов Есть Нодовцы Которые Подготовлены На порядок Лучше В плане Идеологии То есть такие Которые Которые Пойдут На эти Избирательные Участки Там Миллионы Это не надо Всё Контролируют И вежливые Люди У Путина Есть Которые Против Закона Не пойдут Но в условиях Народного Заказа Естественно Видного На улицах Вот он Естественно Не реализуют То есть Условно говоря На этот Избирательный Участок Придёт Человек Из числа Вежливых Людей Как там В Крыму Уходили Они Да В этих Бронежилетах И с автоматами То есть Это всё Техническая Страна Если у вас Есть расстановка Сил И вы Действуете По поручению Народа Который Вот он Стоит на улице Миллион человек Два Пять То естественно Вам сопротивляться Никто не будет Ни избирательные Комиссии Ни на местах Чинуши Кроме того Мы конечно В оккупации Но переоценивать Власть американцев Тоже не надо Если расстановка Сил Чиновнику Диктует Что Путин Сильнее Чем Американцы Окупанты Чиновник Перебежит На сторону Путина Мгновенно Ну я имею ввиду Некупленные Которых Немного Вот которые Жёстко Под американцев Привязаны Их там Может На всю Россию Там Пару тысяч А вот Чиновник Второго эшелона Он то понимает Что ему В этой стране жить Он на стороне сильного Сейчас сильные Американцы Окупанты Ну так Человек устроен Особенно Чиновничий человек Если Путин Его усиливает Естественно Эти чиновники Мгновенно Перебегут На сторону Нода И окажутся Впереди Любого нодовца На 5 километров Бежать С криками Ура Суверенитету Страны Ну это же жизнь Мы же видели Как допустим На Украине Американцы Брали власть Захватывали Территорию Украины Там этот Был Янукович У него были Его депутаты Его чиновники Он их лично Расставлял А он то человек Так выглядел Властно Рейтинг Кстати у него Был 65% И где были Оказались Эти чиновники На второй день После госпереворота В полном составе С колоннами Подняв знамена Перешли на сторону Окупанта Ну там Вопрос гнилости Чиновников И депутатов Это отдельный разговор Но вы думаете Они если увидят Что силы На стороне Путина Не перейдут На сторону Путина От американцев Да вообще Даже не сомневайтесь Поэтому просто Надо понимать Чувствовать Как устроена Политическая система Если вы в ней Доминируете А выход народа В поддержку Путина Это и есть доминирование Доминация То вы Перетаскиваете На сторонную сторону Всех колеблющихся Слабых Либо Гнилых людей К сожалению Так можно тоже сказать Гнилых В том числе Во власти Останется только Изолировать Там тысячу-две Чисто проамериканскую Агентуру В средствах массовой информации И во власти И все Хорошо Ну что Возвращаемся к вопросам Так чуть-чуть поговорили То, что называется Да Если у нас есть такая традиция Если вдруг нужна музыкальная пауза Передышка Чаю налить Или что-то еще То пожалуйста Говорите Мы там три минуточки Музыку поставим Отдохнем Если это нужно будет Дальше Почему замалчиваются Актуальные научные открытия Связанные с фонументальными Законами мироздания Очень интересный вопрос Но мне кажется Я подозреваю Какой будет ответ Пожалуйста Прошу отвечать Кем Кем замалчиваются А вот так вот написано Почему замалчиваются А дальше Кем не написано Я же не автор этих вопросов Автор я только Говорю с вами Ну знаете Все-таки тут надо понять авторство Во-первых Замалчиваются Значит теми Кто может влиять на ситуацию Это конечно Соединенные Штаты Америки Потому что у нас Сверхдержава Однополярный мир Один центр власти Одно начальство На весь мир Кроме исключения Там типа Северной Кореи Которые там Пытаются барахтаться Против них И естественно Им подчиняется Весь мировой рубот Мердоки Это мировое информационное пространство Российское телевидение Как маленькая часть Этого Этой вертикали Информационной власти И понятно Что Зачем Им надо Они конкультурщики Соответственно Эти олигархи Которые управляют Америкой Россией И однополярным миром Для чего Им нужно Какие-то Риски Связанные С Переходом В другие состояния Конечно Крупнейшие Вознейшие Открытия Не только Фундаментального Характера Но и технического Характера Будут ими Замалчиваться Но это логично А вы бы были На месте Какого-нибудь Моргана или Кракфеллера Вы бы не замалчивали Хорошо Что я не Морган Или Рокфеллера Я понял Всегда Ставьте себя На сторону Убрав Свои взгляды Что бы вы делали На той стороне Если бы вы были Человеком Который воспитанный В той системе На золотом тельце И так далее Любой человек Делал бы там же Если бы он был Резупродуктом Той системы Хорошо А вот Сразу такой Вопрос возникает Очень много Сейчас говорятся О бестопливных Генераторах Энергии Ну связано с этим Когда не надо Нет сжигать Не надо Газ Уголь И так далее На ваш взгляд Россия выиграет Или потеряет Если вдруг Мы откажемся Не просто Торговать нефтью А будем ее использовать Ну для каких-то Химических целей Получения чего-либо Важного Пластмасса И так далее А не будем ее Сжигать А будем переходить На какие-то Бестопливные Системы Получили энергии Не ударит ли это По карману Каждого Русского Российского Россиянина То что сейчас Принято говорить Человека И не ударит ли это По карману По бюджету Вообще Всей страны Ну давайте Вот если мы Говорим об экономике Придумаем Гипотетическую историю Что российские Все нефтяные Скважины Россия Завтра закрылись Вот все Все закрылось Каков будет ущерб Российской экономике Пока не знаю Потому что Вы вроде Там занимаетесь Я только не знаю 9% То есть Если сейчас Закрыть все Нефтяные Скважины Страны Российская экономика Упадет на 9% Вот одноразово Сразу В этот день Только за прошлый год Мы упали На 7 Относительных Процентов То есть 3,5% Мир ушел На 3,5% То есть На 7 Относительных Процентов И в позапрошлом 7 Где-то около 7 И в этом будет 7 То есть Само по себе Нет Ну конечно 9 это много Но с точки зрения Падения Навязанного нам Американцами И санкциями Это в принципе Полтора года Их работы И работы Пятой колонны В российской системе власти По уничтожению России Ну то есть Существенно Но не сильно Другое дело Что доходы бюджета Доходы бюджета От нефти Составляют Ну скажем так Где-то Прямые Где-то около четверти Еще и косвенные Где-то распространяется Максимум до половины бюджета Но если мы запускаем Национализацию рубля О чем Путин говорил То есть Обнуляем процентную ставку В рубле Ну короче Кредит Можно чтобы было брать Там по На выходе По 2-3 процента Годовых А не по 25 Да еще нельзя взять Потому что Ну норма регулирования Свыше чем в Европе Тот же базиль 3 И прочее То естественно Мы просто У нас Экономики Закипает То есть У нее поступает Огромное количество Рублей вместо долларов Она начинает Обнуляется инфляция Она начинает Резко бурно расти Естественно Она при этом Отстегивает Извините за такой термин В казну Через налоги Дополнительные деньги Эти деньги Достаточные Чтобы компенсировать Даже по первому году Доходы От падения Цены на нефть И даже От отключения Нефтяной отрасли Понимаете То есть мы не теряем В бюджете Ни копейки Наоборот Бюджет Вырастает Даже если мы А теперь Это если мы Закроем нефтяные кражи А зачем их закрывать Можно просто Не торговать нефтью Построить НПЗ За 25 лет У нас не построено Ни одного Нефтеперерабатывающего Завода Кроме мелочи Какой-то там В Чечне Самоварами называют И Пустить Эту нефть Которую мы добываем Не в торговлю Не продавать ее Куда-то Хоть китайцам Хоть кого А пустить В химию На первом даже этапе В переработку В развитие страны Ну это вот Нормальный путь У нас нету Проблемы С нефтяным проклятием Это пропагандистская История Придуманная Окупантами Что мы у нас там Вот нефть Это спаситель Российской экономики 9% Цена вопрос Понятно В общем передовые технологии Нам все равно будут нужны И от них Никуда не уйти Просто как это работает Как только вы Национализируете То есть Деколонизируете экономику Национализация экономики Это не о государстве Не путайте Это перевод В национальную юрисдикцию Основных экономических параметров Бизнеса До офшеризации Путина Подача рубля В российскую экономику На тех же условиях На которые подается доллар То есть обнуление процентной ставки По евро вообще Сейчас отрицательная ставка В Европе ЕЦБ дал Европейский Центральный Банк Так расшифровываю То есть если мы сделаем То, о чем говорил Путин Запустим политику Нулевых процентных ставок То это означает Бурный экономический рост И в том числе Рост науки То есть это означает Что в России Начинаются строиться Десятки тысяч предприятий И еще сотни Научных учреждений Потому что наука Прикладная Это те же инвестиции То есть мы решаем Проблему денег И эти деньги пойдут И в производство И в науку Поход денег в науку Означает, что Миллион российских ученых И специалистов Которые работают В лабораториях По всему миру Потому что в России У них нет рабочих мест Едут в Россию Работают в российских Рабочих местах В учреждениях Которые для этого Получат инвестиции И все Я вам напоминаю Что все Сегодняшние Изобретения Человечества Основные Все Создавались При ведущей роли Российских ученых Купленных Американцами За последние 25 лет А фон тот же Это все Российские изобретения Ну в общем Да-да-да Согласен здесь Есть высказывание Старикова Следующий вопрос Читаю Есть высказывание Старикова О реальности Метафизики Что вы думаете Возможности Из человека Ну я считаю Что Человек Основа Экономики Основа Развития Земли Будем так говорить И естественно Потенциал человека Недооценен И понятно Что этот потенциал Может раскрываться И особенно в России Раскрываться Потому что Россия Как раз страна Которая опирается На человеческий потенциал Но поскольку Я занимаюсь Госстроительством То я это Сразу привожу На рельсы Государственного строительства Именно русский тип Государственного строительства Опирался на человека И семью Англосаксонский тип Не опирается на человека Англосаксонский тип Опирается на Солдата-завоевателя То есть Англосаксонский тип Это колониальный тип Это когда солдат Англичанин Завоеватель За счет туземца Решал свои вопросы Русский тип Госстроительства Это когда человек Славянин Русский человек То есть Живущий По методикам, выработанным прежде всего славянами, русский человек разных национальностей, конечно, который человек равенства, человек, когда лидерство формировалось, исходя из соответственно из интеллектуальных либо, скажем так, энергетических способностей, в том числе лидерство чисто административное, не обязательно мозговое, как говорится. И, соответственно, человек, как человек равенства, который дает возможность другим людям за счет своего расравенства, за счет своего интеллекта, возможности оказаться впереди. Но нет ни одной страны мира, где бы, допустим, мог с периферии приехать грузин и возглавить государство. Или с другой периферии, с Молдавии, приехать молдаванин и возглавить государство. Или с третьей периферии, с Украины, приехать еще один человек и возглавить государство. Понимаете, это чисто русский тип равного прав, а значит эти права не только возглавит, но и везде, по всей системе. И это принципиальное наше отличие от англосаксов. Ну, то есть там военным сапогом, а у нас при помощи... А вот как вот это, при помощи чего? У нас в древности было так называемое копное право у нас было, да, когда в неком селении некие селы выбирали самых достойных. Не выбирали, назначали самых достойных. И вот эти достойные мужи уже шли в копу, там решили какие-то вопросы, потом самые достойные из копа выбирались весь, уже более высокий уровень. Там выбирались из самых достойных самые достойные, выбирались уже на вечи, выбирался князь и лучшие из князей выбирали того, кто управлял на время какое-то страной. Вот было так. А совпадает ли это с средней вашим? Потом это перешло в земское право, о котором Путин и говорил, как наш образец будущего строительства. Более близкая к нам просто порядок, понимаете, да? То же самое. Англосаксонский тип, если мы уже говорим о деталях партийного строительства, не просто государственного, а части партийного, то совершенно принципиально другой момент, другая система, которая кстати сейчас у нас и заложена. Причем с 17-го года, вернее с 5-го года, по результатам поражения первой русской революции от англичан напоминаю, заложена. Это партийная система. Суть партийной системы прямо противоположная. То есть выбираются не люди снизу вверх, как вот вы правильно сейчас описали. И земское право так же делает эту систему снизу вверх. А по принципу, кто лучше сыграет на артистическом, на артистической цене партийных разборок, да? Кто лучше проведет избирательную кампанию, кто лучше, ну это знаете, как вот артисты, кто лучше спел, тому и овации. Кому овации, тому Оскар. Или там значит еще что-то, да? То есть это совершенно другая вещь. То есть это не власть, это зрелище вокруг власти. Вот сегодняшняя система, которую нам назначили англичане, еще, причем еще раз, с 5-го года. Это один из тот элементов поражения 5-го года и Ленина, о котором говорил Путин. Нам назначили не наш механизм, в том числе в партийном строительстве. Вот еще раз повторю этот. Русский тип госстроительства и копные, снизу вверх, наиболее достойных. Англосаксонский тип госстроительства. Решение принимается за кадром другие, олигархи, князья когда-то исторические, у них там эти были значит, аристократы и так далее. А для народа, для плебса, для дураков игра на сцене, в которой кто лучше сыграет, денег вложил в избирательную компанию. Лучше спел, больше пообещал, красивее выглядишь, за тебя проголосовали. К власти никакого отношения не имеет. Понимаете, да? Да, что-то мне это сейчас напоминает, прям так знакомое что-то. Ну вот сейчас увидите, да, через полгодика. Да, так вот, надо коснуться, наверное, такого вопроса. Если мы озвучили нашу древнюю систему построения, когда лучший из лучших, как говорил еще Василий Иван IV, что о том, что выбираете лучших по местам, то в этом случае, наверное, надо отметить то, что сейчас есть. Сейчас это принято называть демократией. Есть такие демократические ценности. А на самом ли деле демократия хоть как-то пересекается с нашей древностью, с нашим копным мироустроением? Не, не, подождите. Это разные типы. То есть, это принципиально по разной части. Власть в английской системе демократии формируется, власть как бы внешняя ее страна, не реальная власть, которая в тени, а реальная, депутаты, правительство и так далее. Эта власть в их системе, она зрелищная. То есть, она не отражает. Вы понимаете, я же с самого начала сказал, колониальная система, она же не только внешне колониальная. То есть, завоеватель не только англичанин, индийца или китайца заставляет на себя работать или русского сейчас, а завоеватель и внутри такой же завоеватель своей страны. Соответственно, ему незачем, не имеет смысла реально слушаться или делиться с гражданами той же Англии. А эти граждане такие же, по сути, рабы, как и рабы внешние. Отсюда и рабство, их система рабства. И это означает, что этому плебсу внутри Англии им не нужно давать реальную власть, вот как у нас копное право. Им можно дать просто спектакль. Вот они сыграли, а соответственно и кафедра власти за это отвечает другие. Условно говоря, за кафедру власти, извините меня, в русском типе традиционного государственного строительства, копное, земство, отвечают мыслители и специалисты, аналитики, а за власть в англосаксонском типе и у нас сейчас отвечает институт Гнесинки и школа артистов. Понятно, это вообще принципиально разные подходы. У вас может быть хороший человек, великий артист, но он не аналитик, потому что его таким никогда не делали и не востребовали его как аналитика. Его востребовали как хорошего артиста, который может хорошо сказать, спеть, пообещать. Ну, если вы придете в театр и увидите там артиста, играющего от Элла, ну, ладно, Цезаря или Сталина, ну, вам же в голову не придет считать, что это хороший Цезарь или Сталин, да? Вы же понимаете, что это артист. Вот это касается политической системы англосаксонского типа. Наша система другая. У нас не так, может быть, выглядели эти люди, выдвигающиеся в системе земской власти, например. То есть, они не балагуры, не демагоги, но они реально умели решать проблемы. Поэтому у нас такая большая страна и получилась, самая сильная в мире и многочисленная, что там реально умели решать проблемы власти. А в англосаксонской системе совершенно другие. Это были же артисты. И вот этот артистический принцип госстроительства нам сегодня и назначат. Согласен. Я просто хочу уточнить, что если переводить с греческого на понятный нам язык, то в этом случае демократия, демос, это не просто народ. Демос, это все-таки те граждане, которые имели имущество и рабов желательно. То есть, это правители, которые подчинялись и других. А вот простые граждане, не имеющиеся, это были охлос. Вот если бы у нас была охлократия, когда народ правит, это одно дело. Но когда все-таки рабовладельцы правят, то это как раз, как сейчас положение, на ваш взгляд, у нас все-таки демократия или охлократия? Вот с точки зрения правильного перевода, точного перевода, дословного. Нет, но это у нас, конечно, англосаксонский тип демократии. То есть, рабовладельцы правят подчиненным народом. Как они всегда и правили. Тысячи лет. Это же не только сейчас происходит. И так и должно быть. Только важно не то, что они внутри правят. Внутри у нас никто никем не правит. Ну, кроме мелочевки и тактических вопросов. Мы управляемся иностранным государством. То есть, у нас система власти не... Вот характер внутренних отношений, он не есть важная часть этой системы. Важная часть этой системы это внешне. Вы скорее можете сравнивать это с ситуацией, когда на оккупированной территории Советского Союза немецкие комендатуры управляли русскими людьми, которые жили на соответствующих территориях. Другая технология и другая система отношений. Поэтому решение в данном случае важно не то, что принимают неэффективные управленцы из власти. Они не власть вот те, которые у нас управляют. Они есть производные ремни внешнего управления, не больше того. Ну, по сути, все равно та же самая демократия в дословном смысле... Только мы тут не охлос и не демос. А мы кто-то не поймет кто. Мы рабы. То есть, мы рабы, предмет управления. Мы не источник управления. Понимаете? Потому что демос предполагает, что хоть и богатые люди, но местные как-то реализуют свое управление по отношению к себе и окрасу. Правильно? Да. А у нас управление реализуется в отношении нас со стороны иностранных граждан. Ну, кого-то из богатых кому-то дают ведь управлять. Ну, хорошо. Мы тебе даем возможность здесь попрыгать, побогатеть, а ты будешь делать вот это и вот это. Не так. Принцип такой. Никакой богатый в России не может появиться, не присягнув внешнему управлению. То есть он не становится богатый, которому разрешили. Он едет туда, получает право на исполнение решений господина из Лондона или Вашингтона и после этого только он может стать, получит право стать богатым. Оформлено это право будет в виде уже экономических процедур. Кредиты, приватизация, покупки, ценные бумаги и так далее. Это просто оформление оккупационного механизма для, мало того, скорее всего, он даже не является даже властью. Условно говоря, если вы видите русского олигарха, там неважно, Олег Перов, Дерибаско, он не власть, он представитель власти. Экономически в своей компании даже. Понимаете, что это означает? Это означает, что он решений не принимает своей компанией. Ну, некая марионетка, которую просто назначили. Понятно. Ну что ж, привелся музыка. За это он получает право плавать на яхтах и летать на личном самоте. Да, и ничем себе не отказывать. Хорошо, привелся на музыкальную паузу. Чай свежим? Давайте. Три минуточки. Хорошо, слушаем хорошую музыку и немножко отдыхаем, дальше продолжим. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 16 марта 2016 года среда по одному из старинных 15-й день месяца пробуждения природы 7524 лет и третейник. Разговор с Евгением Федоровым такого звучит тема нашего сегодняшнего эфира. А раз так, то Евгений Алексеевич Федоров у нас сегодня в эфире. И у нас такая идет беседа, очень активная, на мой взгляд, которая строится на вопросах наших радиослушателей, которые уже поступили до эфира. Здесь помощники сбрасывают огромнейшее количество вопросов. Не знаю, успеем ли мы вообще до них добраться, потому что все-таки не хотелось бы доутрасить, а не хотелось так по сути пройтись и не затягивать, но все-таки. Итак, не будем затягивать, сразу переходят к следующему вопросу. НОД вне религии. Почему? Прокомментируйте. Потому что у НОДа всего одна единственная задача и одна единственная цель. Восстановление власти национальной, то есть восстановление суверенитета. То есть восстановление права управлять своими решениями на территории Российской Федерации российскими политическими силами и российским народом. То есть вот и все. Других целей, подходов нет. А дальше в систему НОДа, конечно, входит и православная церковь как часть системы. Объективный, но это еще и объективный процесс, не только движение, но и объективный процесс. А внутри движения мы, вот я координатор части движения под названием штабы. есть еще церковь, есть вежливые люди, есть национальный лидер Путин и так далее. Соответственно, как бы тут нас не надо противопоставлять. Мы вместе идем к одной цели, только с разной скоростью и с разными целеполаганиями. Вот и все. Я имею в виду с разной степенью жесткости целеполагания. Я бы так сказал. Все-таки результат прихода к власти российского народа, конечно, будет реализация его культурных механизмов государственного строительства, к которым относится православие и культура православия и отношения, в том числе отраженные в госстроительстве. Понятно. То есть, так или иначе происходит некое взаимодействие и с различными религиозными структурами, поскольку общество ими пропитано, да? Смотрите, мы, это объективный общественно-политический процесс. В нем идут к одной цели несколько колонн по-крупному, одна из которых русская православная церковь, понимаете, да? То есть, мы объединены единой целью. Штабы НОДа, естественно, координируются и с этой колонны там в какой-то части и с другими колоннами, но объединены мы все расцепленным строем, идем к этой общей цели. То есть, у нас нет вертикали власти внутри системы национально-освободительных движений. Есть моральный лидер и, скажем, управленческий лидер Путин, который более-менее эту цель, ну, скажем так, распределил с точки зрения разных колонн. А не происходят ли какие-то, может быть, неприятные моменты, когда начинают разбираться между с тобой, ну, к примеру, придет какого-нибудь там ведического наследия человек или атеист и встретится с людьми от РПЦ или от ислама и начнут какие-то разговоры между собой проводить, которые могут привести к ненависти. Вот как это... Подожди, подожди. Человек от ислама хочет, чтобы он управлял своей жизнью и получал от этого соответствующее и чувство собственной значимости в конце концов, не только же материальные возможности и так далее. Ну, наверное, хочет. И ведические хочет, и православные хочет. Что нам тут? Нам суверенитет поделить нельзя. Он либо есть у всех, либо его ни у кого нет. Поэтому никаких противоречий у нас даже теоретически не может быть. Хорошо. Следующий вопрос. Как вы относитесь к тому, что в Ставропольском крае начался судебный процесс за фразу «Бога нет»? по вопросу об оскорблении верующих. Такая, на самом деле, нашумевшая новость была. Вы знаете, такой немножко, такой для меня вопрос, не очень вписывающийся в концепцию как бы нода. То есть, мы как бы о другом. Не за, не против, мы о другом. Ну, поэтому я, наверное, отвечу так. Российская судебная система, как и любая судебная система на оккупированной территории, является важнейшим форпостом оккупантов. Это же понятно. Судебная система и вообще репрессивная система важный, как информационная пропаганда, важный элемент оккупации всегда. Именно поэтому в российских законах о судебной системе подробнее, чем в других законах, прописан статус подчиненности судей иностранному управлению. Прямо подробно разжеван. И можете, кто хочет, интересуют детали, посмотреть постановление пленного Верховного Суда номер 5 2003 года, закон о судебной системе, закон о конституционном суде и так далее. Подробно прописано, что иностранные чиновники являются начальниками российской судебной системы. Там в разных вариациях, но суть в этом. начальники, чиновники, работающие в международных специализированных учреждениях. Там есть такой судебный юридический термин. Хорошо. Что по-вашему патриотизм, национализм, нацизм? Давайте я просто запишу. Патриотизм, национализм и нацизм. Патриотизм, любовь к родине, национализм при поднятии своей своего этноса по отношению к другому этносу, патриотизм, национализм. И что там еще? Нацизм? Нацизм. А. Ну и нацизм тоже близко к этому, только там есть определенные детали, но не сильные. То есть, как бы, есть некое смешение нацизма с национализмом. Нет, просто нацизм более жесткая форма национализма, я бы так сказал. То есть, другая ступень. Более жесткая, другая ступень. То есть, как матрешка, есть более жесткая, либо есть более мягкая форма. Но национальное освободительное движение, если об этом как близкая часть вопроса, это нация в понимании конкуренции с другими нациями. Так же, как есть национальное правительство или там национальный антитеррористический комитет в России. Есть такой, который борется с терроризмом. И он борется с терроризмом, естественно, в интересах российской нации, как в совокупности всех народов, которые живут в России. То есть, национальное освободительное движение есть, ну, другой перевод у нас, это народное освободительное движение, но национальное освободительное движение более точный термин, отражающий, что конкуренция и борьба наша осуществляется с внешним управлением. То есть, потому что обычно слово национальный подразумевается по отношению к внешнему фактору. Понятно. Просто если покопаться по энциклопедиям, принятым, кстати, и в СССР, и в Российской Федерации, национализм – это всеобщая приверженность и верность своей нации. Национализм – это верность и приверженность к нации или стране, когда национальные интересы ставятся выше личных или групповых интересов. И есть высказывания различных наших следователей Ковальского, Ильина, что, ну, к примеру, Толстого, национализм во мне столь же естественный, что никогда и никаким интернациональными интернационалистами меня из него не выбить. Менделеев очень хорошо писал про национализм, наши цари, некоторые очень хорошо говорили, справочники того же Иванова, национализм – высшая фраза развития патриотизма, в которой торжествует понимание ключевой истины нации первичного государства вторичного. Я приведу оба определения, которое кажется мне… Ну, и так далее. То есть здесь все-таки не совсем связаны между собой национализмом, это несколько крайнести. Что под этим понимать? То есть если под национализмом понимать вот то, что я сказал, значит, это один термин. Если под национализмом понимать то, что понимаем мы под национально-освободительным движением, то по сути это интернационализм, извините меня, потому что мы объединяем все народы и этносы Российской Федерации в стремлении к свободе. Под термин нация. То есть одним словом национально-освободительное движение. Да-да-да, я понял это Это замечательно, потому что у нас часто Размежевание, пытаются нас развести Вот ты к этому, ты к этому Есть такой усредненный термин Россияне, да, вот в России Который, ну, как бы вот так вот Есть термин россияне Это просто граждане России Вот что такое россияне Просто это правовой термин, да Граждане России, есть россияне Да, я понял, и вот часто нас пугает Вот, типа, националисты русские Они такие гады-негодяи Это я так говорю, что в интернете часто видно Потому что они, ну и так далее А когда начинаешь читать, что же такое национализм Это получается, это тот же самый патриотизм Только сказано по, ну, больше так Другое слово, да Тот же самый патриотизм Но его почему-то привязывают к нацизму Ну, все-таки патриотизм Это производная от любви французская То есть это более узкая группа То есть, условно говоря Вот давайте так посмотрим Кто, является ли национально-освободительное движение Патриотизмом? Да, является Но не только патриоты входят в национально-освободительное движение То есть не только те люди Которым дано чувство любви к своему отечеству Есть люди, которые живут у нас в отечестве И которые не получили От Бога или от кого-то Или от родителей Вот это чувство любви к отечеству Есть же таких, их много, правильно? Но это не значит, что они не заинтересованы В национальном освобождении, понимаете? Потому что от национального освобождения Они в этом случае получают не только Реализацию своего чувства любви Если они не патриоты Они получают просто даже Другие возможности То есть они, осуществляя Проекцию управления Своей судьбой На всю страну получают богатую Влиятельную страну Которая дает им возможности Реализоваться не только в любви Но и в других чувствах Так что, или в других подходах Поэтому национально-освободительное движение Более широкое понятие Чем патриотическое движение Вот когда мы говорили Про великую страну Которая называлась Тартария, Россия Там много было названий у нее Как раз здесь вы упомянули О том, что Ведь наши предки Были не столько идиоты Они были мудрыми людьми Что они сумели эту территорию удержать Столько различных национальностей Народов существовало И ни один из них не вымер И все было замечательно При этом все другие империи Которые захватывали Они подчиняли, уничтожали Для них это был расходный материал народ И вот тут как раз Стоит привести уже тоже Энциклопедии Что такое нацизм Мировоззрение Ставящее во главу Мироопределенную нацию Расу или народ И ратующее за использование Репрессивных мер По отношению к остальной части человечества И вот когда мы сейчас посмотрим Сравним Национализм больше был Близок нашим людям Когда государственность Была выше всего И нация в широком понимании Была выше всего А нацизм был как раз Вот этим имперским товарищем Которые все время приходили С огневым мечом И к нам в частности Пытались свои морды показать По которым они дубины получали часто И они просто паразитировали На тех, куда они приходили Вот здесь разведение Такое четкое получается Естественно Ну это же природное разведение То есть Вы понимаете Это вот как в природе Ну вот есть волки Ну вы можете себе представить Волка-вегетарианца Интересно посмотреть Ну да Было бы странно Ну то есть Это вот такой тип Вот в человеческом Обществе На земле Вот есть типы Вот англосаксонский тип Это тип волка Не случайно Путин назвал их Волком Который кушает И не слушает Никого Так вот Так вот Это именно тип волка Да То есть Само по себе Хищник Живущий за счет других Это его Если хотите Такая ниша На планете Земля И Многие народы Есть тип жертвы Этого волка Просто русский народ И люди Которые жили в России До последнего времени Как минимум До 17-го года Ну Даже до 91-го Может до 17-го В разных степенях Они Им удавалось Отбивать этого волка Медведь Который не пускает В свой лес Этих волков И они Его обходят И идут в поле Где же овечки пасутся Китайские Или Другие Туземные Да А с 17-го И с 91-го года Через вот Поражение Наше поражение Через внутреннюю Вот эту систему Агентурную Скажем так Использованную Этой технологии Да Потерпев положение Мы переходим Очень быстро Летим в сторону Вот этих овечек И На сегодняшний день Мы по сути Я надеюсь Временно Являемся овцами Но поскольку мы То есть Жертвами этих волков Но поскольку мы Долго в этом качестве Существовать не можем Это не наша ниша То соответственно Для нас это Абсолютно понятно Мы недолго в ней проживем То есть Либо мы восстановим Свою свободу И Опять Мы от этого Волками не будем То есть Наш восстановление Нашей свободы Не означает Что мы пошли И стали питаться Волками Волками Там где-нибудь В Англии Или в Германии Но это означает Что опять Мы заняли Третью позицию В мире Не туземцы И не Колонизаторы А третья позиция Мы русские У которого Третий путь И мы не хотим Жить как волки За счет других Потому что Мы признаем Равенство людей Ну и не хотим Быть жертвами И обеспечивать И имеем силы Для этого И обеспечивать Рай колонизатору Поэтому для нас Просто сегодня Вопрос выживания Абсолютно Причем это все Ускорили события Если мы не решим Эту проблему Суверенитета В ближайшие годы То мы гарантированно Погибли Как погибли Наши конкуренты В том числе Упомянутые Мною империей В десятке Ту же османскую Например Согласен Отсюда Кстати Если уж мы начали Так философствовать Надо глубже Посмотреть Работорговля И вообще Рабовладельческий строй Это производная И внешняя И внутренняя Колониального типа Естественно В России никогда Такого не было Да В России На 15% Ее территории Было Крепостное право Но это не Работорговля Это социальный Слой То есть Некая Такая каста Как в Индии Это социальный слой Это значит Что Даже в самые жесткие Времена Крепостного права Это всегда Был крепостной человек За которого Всегда Его жизнь Его имущество Защищало Государство Вплоть до того Что казнили Тех Представителей Другого сословия Владельцев Даже крепостных Как сейчас их называют Которые Допустим Убивали крепостных Помните Салтычиха Как пример То есть Государство четко Право применения Не всегда было блестяще Но тут четко Было и общество И государство Воспринимало Это просто Да Как низший слой Но низший слой Людей У которых есть Право на дом Право на семью Право на имущество Право на жизнь Тем более И даже Право на свободу Потому что Оно ограничивалось То Юрия в день То еще что-то Но даже Право на свободу Поэтому Это принципиально Другой подход У англичан Работорговли Это потом Африканцы пошли А до этого Это были Ирландцы Которые жили От Лондона В ста километрах Там В двухстах Поэтому Для них Это Обратная Производная Вот этого Колониального И охотничьего Ну этого Хищнического Как бы Ниши В человечестве И так же Как вот Медведь Обороняет Свои владения Это нормально Он же Беспрерывно Их обороняет Это его Всегда Историческое Такое Или родовое Момент Так и Хищники Все время Пытались Подобраться К нему И точно Если волк Увидит Слабого Больного Медведя Он его Сожрет Значит Не надо Быть слабым И больным Ну согласен Я бы здесь Только Наверное Не сравнивал Волков И медведей Между словами Это все-таки Представители Нашей фауны А вот Гиены Они больше Подходят Потому что Гиены Это вообще Беспредельщики То что Говорит Современным Языком Которые Что найдут То и грызут Ну вот Возвращаясь К нашей Теме Вот еще Есть такой Шовинизм Вот мне кажется Здесь надо Прочитать Идеологию Суть Которая Заключается В проповедании Национального Превосходства С целью Обоснования Права На дискриминацию И угнетение Других народов Вот как раз Шовинизм Нацизм Это на одной стороне А вот Национализм Патриотизм Это на другой стороне Потому что Если мы сейчас Разрещаемся Опять же Приходили Русские Изначально Да Но потом Советский Союз В Афганистан Тут же самое Где вам пришлось Быть в свое время Что делалось Строились школы Больницы Заводы Там какие-то Фабрики Инфраструктура Все нормально Приходили Там в Иран Помогали В Ирак Помогали И так далее Приходили Американцы На наше место Замещали Разрушали Что Заводы Фабрики Больницы Школы Дороги Это они Не со зла Это у них Это у них Такая ниша То есть Видите Такие Гиены Да Да вот у них Ниша такая И их Должна быть Все время Популяцию Надо все время И их удерживать Охотой Вот выдают Для этого лицензии Чтобы они Все время Были удержаны Вот на узких Пластах Вот этой охотой Вот сейчас Нас обвинят На том Что пришел Евгений Федоров И сказал Что на Народославского радио Что мы начинаем Охоту на американцев Сейчас Кто-то обвинит нас Нет Я говорю о государственной Конкуренции нации Да То есть как нации Между собой конкурируют И в историческом процессе Наши предки Всегда их удерживают Обратите внимание Ну могли бы мы Присоединить Францию К России В 1813 году Да легко Никто бы этого слова не сказал Или Берлин Я не говорю уже Про многократные походы На Берлин Ну например В том же 45 Но нам в голову Это не пришло Потому что Это не наше Понимаете Это не наше А раз не наше Значит нам это не нужно У нас это в голову Не приходит это делать А если бы то же самое было По линии Американцев Англичан До 100% Первым делом бы Вот просто сейчас Чтобы заключить Эту тему Закрыть Просто я предлагаю Задуматься в очередной раз И подумать Почему у нас Наши Какие-то страхи Перед русским И русским духом Вот так раздуваются И происходит Подмена понятий Когда в одну кучу Лепят и шовинизм И нацизм И национализм Что только не лепят И при этом забывают Что все наши Предки Они в общем-то Говорили Да мы Национализм это хорошее А вот нацизм это плохое Шовинизм это плохо А национализм это хорошо Это какие-то иностранные слова Ну да Вот надо найти Русское Русское наше слово Понятие В которых есть иностранный смысл Потому что Условно говоря Мы под президентом Почему-то понимаем Что это власть А любой там Немец Или француз Прекрасно понимает Что это не власть А это Есть важный элемент Госстроительства Но не власть Ну Видите Разные Менталитеты Которые Все время у нас путают Да И тут когда-то Один из наших слушателей Написал Что вообще президент Это чей-то резидент П Резидент Так что говорит Мы вообще В какой стране живем Президент Это резидент Закона Ну с точки Немца Или там Грека Какого-нибудь Или итальянца То есть Еще Нам это трудно Просто воспринять То есть У них другая Конструкция И культура Отношение к власти Другая В этом же и проблема И когда они нам привезли Все этих мэров Президент Муниципалитет Они с ними вместе Привезли совершенно Другой смысл И заложили этот смысл В законах Конституции Окупационной Понимаете Да А у нас Многие люди Просто в России Этого не поняли Они увидели Этой фигуры На самом верху Значит Вот Сталин Когда у него был выбор Он что Он не стал президентом Хотя мог он Что Ему трудно было выгнать Дедушку Калинина Он стал Председателем Правительства Потому что он считал Что это должность Более важная для него Ну Самое главное Он был первым секретарем Да Самое более важное Для него Вот с точки зрения Формально-конституционного Наполнения Ну понятно Да Просто получается так Нам накидали На странных слов Которые Большинство не понимает И тухлость такая Получается Русский язык И русское вообще Представление о мире Начинает загибаться Вот здесь Один из наших Радиосслужб сказал Да вообще народничество Это надо называть Не национализм Не народничество Не патриотизм Народни Наша Ну хорошо Дальше двигаемся Так На какое мировоззрение Строить будущее Вы же поговорили Если есть уточнение Можно пару слов сказать Мировоззрение Ну смотрите Задача НОДА Это дать власть Российскому народу И Россия Ну и соответственно Как объединительному фактору И российскому народу Как непосредственному Субъекту власти А дальше Да у меня никаких Сомнений нет Что российский народ Будет строить власть Не по английскому Американскому Немецкому образцу Да еще и колониального Типа этого образца Не просто так Потому что нету В Англии Федеративного устройства Понимаете Оно есть Придуманное Англией Для Индии Или для придуманной Англии Для России Ну для колонии Скажем так Для колонии Да То есть способ управления колонией То есть не оттуда будут брать А брать откуда От своего отца От своего деда Который тут живет Еще отец рядом У него есть письма У него есть история Которую вы молодцы Анализируете И вытаскиваете Вот эти технологии управления Славянские Русские И так далее И вот оттуда он и будет брать Потому что это работает Это лучшее Ну если вы Спортсмен Зачем вам школа Которая явно вам проигрывает Как Суворов говорил Русские немцы Всегда бивали Зачем нам немецкие порядки В Англии Ну в общем да Тогда в этом случае Получается Если есть Наши соратники Которые вот Вытаскивают Да На свет Божий То что называется Наши древности То каким-то образом Я обращаюсь сейчас К нашим радиослушателям Может быть Стоит обратить на это внимание И поддержать те структуры Которые Добровольно Без какой-то указки Откуда-то справа Слева Сверху Снизу Начинают этим заниматься Вот подумайте Будущее Как раз за нашим А если мы не знаем Нашего прошлого То тогда на какой основе Мы что-то будем делать Какое тогда наше оно будет Вот здесь следующий вопрос Из трех частей Первая часть А что такое Англосонское мировоззрение И капиталистическая идеология Вот про англосонское Мы говорили А капиталистическую идеологию Еще не затрагивали Первая часть вопроса Ну это порождение Англосаксонского типа Ну как понимаете Если у вас общий подход Колониальный То он распределяется уже Да у вас появляется Работорговля Как элемент Внутри даже вашей страны Потому что Поскольку вы Приняли для себя решение Что вы не равны А вы старше других Как Обама говорил Мы сверхнация Или как Гитлер говорил Что мы сверхчеловеки Или как Яценюк говорил Что там живут То есть в России На Украине Не до человеки То вы автоматически Все остальное Под это подстраиваете Всю систему у нас У вас совершенно По-другому выстроена Я бы не хотел Говорить перекошен А в другом Просто она другая И в данном случае Вот эта система Капиталистическая Она есть производная Англосаксонского Исторической технологии В которой Вот это неравенство людей Реализуется через Денежное отношение К деньгам И вот тут возникает Вот эта история Что за прибыль Капиталист Тут маму родную Да правда Маму родную Именно поэтому Никаких Не может быть Никаких санкций Реализованных По отношению к России Например путем Запрета поставки В Россию Каких-то товаров Или технологий Потому что Маму родную Продаст за лишние 3% цены Понимаете Потому что Они между собой договорятся И сделают так Чтобы поставить Понятно Это ясно Да И отсюда Вот да То есть это разделение пошло И в сторону капитализма Но на сегодняшний день У нас Рыночная экономика И капитализм Есть единственный способ Сегодняшнего существования Экономик человечества Просто другого нет Когда был Советский Союз Был социалистический Тип существования экономик Следовательно Если А мы говорим Что нот Это одно действие То есть мы Вчера были В колонии А на следующий день Мы В результате процесса Конституционной реформы И так далее Мы стали Свободным Государством Да Другого Кроме На Утро Следующего дня Кроме капиталистической Системы Вокруг вас И внутри вас Тоже Нету Ничего нету Следовательно НОД не ставит Перед собой задачу Изменить Систему Потому что Это не его задача Это задача Уже дальнейшего Национального Строительства Которое будет Подстраивать Экономику А дальше Я говорю Уже как Специалист В области Экономики Перестройка Экономики На национальный Тип Займет Может быть Десятки лет Но кушать Хочется на второй день Правильно? Так вот Переход Автоматически На суверенный Тип Политики Автоматически Означает Что Ваша Капиталистическая Рыночная Система Начинает Работать На следующее утро На вас Потому что Она продажная По своей сути Если власть У вас В Кремле Значит Капиталистическая Система И рынок Начинает Работать На вас На Кремль И на Россию И на жителей России Сейчас власть Вашингтона В Лондоне Она работает На них То есть НОД сам Не меняет Систему Капитализма Не капитализм Он такую задачу Не ставит То есть Многим НОДовцам Не нравится Капиталистическая Система Я же ничего На этот счет Не говорю Просто Это по другой Кафедре Которая Запускается Вторую ступень После восстановления Суверенитета Хорошо А какая Вообще Идеология Если не капиталистическая В дальнейшем Так в идеальном Обществе Которое Свойственно Русским Какая Русская Русский тип Государственного Строительства Мы его обсудили Это Экономика Какая экономика Какая там Экономика Равных Какая экономика Экономика Вы понимаете Во-первых Речь идет Уже о перспективе Которая сложится Через 10 20 Может быть Мы же должны себе Представлять Куда идем В дальнейшем За что-то Дойдем Может не туда идем Цель-то Русский Традиционный Тип экономического Развития До внешнего Мешательства То есть До 17 года С дальнейшим Совершенствованием Которое Через 50 лет Может нас заведет В еще более Древние Образцы Опыты Понимаете До 17 года Но я вот По конкретным Вещам Говорю Ну например Никогда В русском Государстве Не было такого Чтобы цари Например Или даже Советская система Разрешала Использовать Такой Высокий процент За деньги Вот конкретный вопрос Первый царский указ О запрете Кредитоваться На выходе Дороже 6 процентов Был В 1747 году Первый И потом Все цари его повторяли И в Советском Союзе Эта модель Там не 6 процентов Даже ниже было По-моему Полтора процента Действовало Сейчас у нас 90-е годы 192 процента Сейчас у нас На выходе 30 процентов Понимаете То есть это предмет Государственного регулирования Вот эта вот Процентная ставка А не дяди А не случайным Рыночными факторами Значит надо Принять решение На второй день О том что ставка Была нулевой Например Вот и все Понятно Просто если мы говорим О каких-то древних укладах То опять же Помимо копа Еще было купечество Которое всегда было С общиной С копой связано И купечество Оно работало В первую очередь Не на свой карман А это были Порученные Порученные Навязанные Общественностью Этим людям Которые назывались Купцами Каких-то действий На благо Состояния общины И государства Ну не государства А державы тогда была Да и мир был И прочее Вы лучше меня Это знаете Как специалист Я же Мы же не Не говорим Что мы Мы знаем все детали Вы лучше это знаете Так вот Задача НОДа Привести вас к власти Для того Чтобы вы реализовали Исторические Принципы Экономического И государственного строительства Вот и все Хорошо Так Ну здесь два Дополнения Два вопроса Продолжения Они в принципе Уже Я даже не буду Зачитывать Они отвечены Поэтому Идем дальше Почему В общество Не внедряются Традиционные Семейные ценности Это мне кажется Уже в самом начале Было отвечено Но опять же Пару слов Можно вдогонку Сказать Ну Русское Тип госстроительства В отличие от Видите Как только мы сравним Англию с Россией У нас Тысячи отличий И Они все Вытекают Из разного Принципиального Статуса Наша страна Это страна Защитник Это государство И соответственно Защитник И Оборонитель И равенство Защита Равенство То есть Любая наша окраина Ваш пример С Афганистаном Из отсюда же Есть Такой же равный Как и тот Что в Москве Никакой разницы Для нас нет И отсюда Госстроительство Чиновники Выполняли законы Понимаете А у англичан Иерархия Работорговец Или иерархия Рабовладелец Или иерархия Колонизатор Или туземец То есть Совершенно другая логика Которая выстраивается Во всей Системе И здесь В этом вопросе То же самое Еще раз Там деталь Какая у вас была Еще раз Традиционные Ценности Почему не внедряются В общество То же самое Отсюда вывод В русском Государственном строительстве Семья Отдельный Субъект Как бы Если хотите И этаж Власти То есть Русское государство Стояло На семье И уже Семья Отвечала За ребенка Англосаксонское Государство Не стояло На семье Для него Семья Такой же Объект Регулирования Как и ребенок Отсюда Ювенальная Юстиция То есть Государство Англии Рассматривает Всех своих Граждан Как полурабов Объективно И соответственно Их детей А у раба Нету права На ребенка Понимаете Ребенок Раба Есть раб С момента Рождения Которую Можно тут же Отнять И продать В русском Праве Никогда Такого не было В русском Праве Ребенок Есть принадлежность Семьи Извините За такой термин Может быть Злой Хозяин Ребенка Семья Отсюда Принципиальная Развилка Которую Мы не можем Воспринять Ювенальную Юстицию Не можем Воспринять Эти истории Родителей 1-2 Потому что Это противоречит Основам Нашего Миропорядка Скажем так Генетически Для нормального Человека Это не подходит Под словом Нормального Человека Нам всегда Добавляют Нашего нормального Человека Мы же говорим Про нас Вариантов Нет Нормальные Хищники Мы говорим Про нас Мы говорим Про нашу Древность Про нашу Культуру Поэтому Когда мы Говорим Про них Уточняем Англичане Англосаксы А когда говорим Просто нормальный Так понятно Что это наш Человек Отсюда Логика То есть Русское Тип госстроительства В будущем Означает Изменение Роли Семьи В государственном Строительстве А значит В экономике Отсюда Вот эта Логика В свое В свое Время Я вносил Закон О Семейной Собственности Это если Хотите Рыночное Отражение Русской Логики То есть Вы Семья И вы Владелец И имущество И экономики Части экономики Условно Предприниматель И не вы Владелец А ваша Семья И вы Как реализатор Этого курса Являетесь Опорой Для следующей Ступеньки Под названием Более широкая Часть общества Тоже государство Например И все Меняется Под эту Логику Тогда Женщина В этой ситуации Становится Равноправно С мужчиной По доходам Потому что Она производит Важнейшую функцию Контролирует детей Следовательно У вас Перекос Происходит Во всей Экономической Системе У вас И мужчина Становится Уважаемым Человеком Высокими Доходами И женщина Уважаемым Человеком С высокими Доходами Потому что Она эти Доходы Тратит Для развития Ребенка Который Тоже В этой Системе Является Равенство То есть В русской Системе Ребенок Равен И своим Родителям Хотя он Ими управляется И государственным Мужам В английской Системе Четкая Иерархия Государственные Мужи Вверху Они Рабовладельцы А семья Рабы И дети Рабы Понятно Здесь все ясно Единственное Там некоторые Есть конечно Поправки По поводу того Как была устроена Наша семья Там чуть-чуть Все по-другому Чуть-чуть Я укрупненно Слишком Слишком Укрупненно Детали Вы Да Но то что Там строилось Именно Согласие И любви И не было Такого Как Написывают Муж Бьет жену Там и так далее Это глупости Которые Опять же Нам навязаны Вот Посмотрел бы я На Календиню Ольгу Которую Бьет муж Да Получил бы сразу Да Хорошо Еще один вопрос Вот Очень важный Мой взгляд Деревня Российская Федерация Вымирает Приводится В запустение Огромной территории На которых Никто не живет Что является Угрозой безопасности страны Почему бы не устроить На госорвине Пропаганду Агитацию Расселения Больших мегаполисов С раздачей земель Своим согражданам Выдачей подъемных Всем желающим Ведь при СССР Целену осваивали Сейчас свыше Миллиона беженцев Из Украины Которым негде жить И негде работать Почему бы им Создать рабочие места Сельской местности Даже если Нет на это Все денег То это слова Можно сказать Бесплатно Все это можно сделать Достаточно Одного слова От первого лица Что таких людей Поддержат на местах Или хотя бы Не будут мешать И люди Приедут Вот такой Развернутый вопрос Ну Я только не понял А зачем это ТЭФ то Так Если кто не знает ТЭФ посол Соединенных Штатов Америки Осуществляющий Функцию управления Российской Федерацией Почему ТЭФ Должен принять Такое решение Вот так Передача в земле Кому-то в России Зачем Например Наш уважаемый Владимир Владимирович Говорит Вот я из своего Личного фонда Создаю Так какую-то Программу Здесь работают Только мои Только мои люди И я доверяю им Полностью Как самому себе Вот как братья мои Все кровные И вот они это возглавляют Набираем Набираем Честных людей Не вот этих вот А наверное Честных людей Которые будут На местах управлять Там смотрим Что они делают Комиссаров Направляем Грубо говоря И все И вот так вот делается Почему так не сделать Ведь есть Возможность это есть Тут сказали Что первое лицо Первое лицо для нас Господин Обама И его посол ТЭФ Хорошо Говорим нет Все забыли Говорим Владимир Владимирович Пуптеров Все Он об этом говорил Никто не обращает Нет Не говорил Он говорит так Дай у вас Путин предлагал По гектару Никто не собирается Понял Нет Мы говорим так Вот к примеру Сидят интересных Там 30 миллиардеров Да Таких Которые серьезные люди Ну не просто так С помойки Сидят И говорят 30 английских миллиардеров Дальше что В Единой России Хорошо Что они Английские миллиардеры Неважно где они Они Прочиняются Лондону И Вашингтону Чего они там сидят Они плевали на Россию Ну а чем Я понял То есть Владимир Владимирович Сейчас вообще нет Каких возможностей Денег там дать Выделить откуда Да То есть Это невозможно Ну люди просто не понимают Материальную часть Но откуда Денегами распоряжаются В России Через Государственную Думу Соединенные Штаты Америки Если мы говорим о бюджете Им Путин сказал Нельзя там Повышать налоги Министр финансов говорит Повышаем налоги Даже издает приказы О повышении налогов Путин сказал Нужно туда Вкладывать деньги Никто даже не собирается Этого делать Путин издал указы Надо поднять доходы Населения Никто не собирается Этого делать Путин издал Издал распоряжение Что надо выдать По гектару земли Там на дальнем Никто даже не будет Этого делать О чем вы говорите Ну то есть На следующий момент Возвращаясь к началу До тех пор Пока не изменится То что должно измениться Вот это все Вопрос Он повисает в воздухе Правильно я понимаю Нет Просто этому человеку Который хочет Такими Ему нужно идти К власти И предлагать власти Это решение Власть Посол США ТФ И господин Обама Из госдепартамента Я думаю Что господин Обама Это предложение отвергнет Понял Я ответил на этот вопрос Да Я думаю Что очень даже подробно Следующий вопрос Опять же такой развернутый Почему в современной России Слово русский Не то чтобы звучит гордо А иногда даже опасно Почему под негласным запретом Все что касается Русской народной культуры Почему в этом видится Какая-то Какой-то нездоровый Национализм Или шовинизм Вот как раз Я такой вопрос Вот вы работаете В системе Например Кто-то Не вы конечно В системе оккупанта Естественно Вам русский народ нужен Который имеет Просто многотысячелетние Традиции Свободной жизни Ну конечно не нужен То есть ни народ не нужен Почему и ставят задачи Колонизаторы Ликвидировать русский народ Что первый раз что ли ставят Гитлер что не ставил Такую же задачу Открыто и публично Никто ни от кого не скрывая И американцы Такую Вспомните Госфекретаря США Которая приезжала Олбрейд И говорила Что надо сократить Русский народ В пять раз Совершенно открыто Английского премьер-министра Который говорил Что Россию надо Русский народ Расчленить Туда до Урала Там до после Урала Никто ничего не скрывает Задача ликвидации стоит И всегда эта задача стояла Только сегодня Она начала реализовываться Де-факто В силу того Что русский народ Не хочет себя защищать То есть он посчитал Необходимым погибнуть Это его право В конце концов А вот мне сейчас интересно Я вбрасываю такой вопрос Друзья мои Кто сейчас может В чате ответить Напишите Вы хотите себя защитить Или не хотите Продолжаем Пока там народ пишет Да не хотят Хотели бы Народ Не сто Не тысячу человек И не двести тысяч Нодовцев И даже А те Вот в Москве В Москве живет Пятнадцать миллионов Вышло бы Вот сейчас Новосельский спуск К Путину Пять миллионов Все Процесс восстановления Суверенитета пошел Зарплаты Начали бы расти Доходы расти Страна начала восстанавливаться Не хотят Евгений Алексеевич А сколько по конституции Необходимо Набрать голосов Для того Чтобы прошел референдум Насколько я понимаю Это недостаточно Одной Москвы Надо из разных регионов Набрать какое-то количество Чтобы президент Подписал указ Референдум Правильно я понимаю Половина голосов На референдуме Должно пройти Но чтобы Это сделать Надо референдума добиться А чтобы добиться Надо укрепить Путина А чтобы укрепить Путина Надо На улице Перевесить Систему Которую Сформировали Окупанты А для этого Надо несколько миллионов Человек в Москве Ну вот тресни Понятно Так Следующий вопрос Раскрываем Почему Государственных музеев Добавлю Несколько миллионов Человек в Москве Когда их позовет Путин Конкретно Позвал 18 числа До этого 4 ноября Понимаете Да То есть где-то Он мне уже не сказал Что Друзья мои Завтра все выходим Мне нужно 15 миллионов в Москве Вот таких Такой фразы не прозвучало Слушайте Ну Если он Вот завтра скажет Друзья мои выходите Мне надо 15 миллионов И они не выйдут Все Его нет Понимаете А почему такой страх Что не выйдут Например Если я Если я увижу Что такие четкие слова Идите Иначе будет вот кирдыг Да Вы в Москве живете Ну скажем так В московском регионе В московском регионе Видели На остановках Общественного транспорта Висит Приглашение На Васильевский спуск Висит Приглашение На Васильевский спуск И И Эти самые Плакаты висят Все это уже есть Все приглашения Там подпись Путнина есть О том что Это я вас приглашаю Лично Не Федоров Может ему станцевать Еще перед вами Нет Вопрос серьезный Шутить Я серьезно Я серьезно и отвечаю Если он пригласит Лично Его не будет На второй день Когда это не произойдет А я вас уверяю Этого не произойдет И он это понимает Он же опросы проводит У него же есть ФАПТИ У него есть сбор Общественного мнения Он же понимает Что народ не готов Это он его Если хотите Тянет сюда Для того Чтобы он созрел На Васильевский спуск 4 ноября На день победы Национально-освободительного Движения России То есть он это Как бы Пытается это сделать Но нету реакции Он же понимает Эти вещи Но он же У него для этого Весь мощная аналитика Вот чеченцы Даже догадались Что если на Путина Наезжают враги Надо выйти В его защиту И миллион человек В Чечне Где живет Миллион двести Вышло А в Москве не хотят Ну это знаете Сумасшествие Это национальное сумасшествие Безумие То есть люди потеряли Просто Ум Вот Может быть Это сигнал К ликвидации Российской нации Я же не спорю Значит может быть Пора Но это их решение Людей О суициде Вот есть люди Которые убивают Сюда выкидывают С крыш Есть которые стреляются Но есть Но это больные люди Вот это произошло С российским народом Причем не сейчас Сейчас это продолжается История девяносто первого года Вот как в семнадцатом году Взяли и решили Сдаться врагу Почему Непонятно Ну наверное Вот бывает Что медведь заболел Вот рассматривайте Что медведь Пока психически Русский медведь Психически болен Понятно Понятно В отличие от Чеченского Который все прекрасно понимает Который уже проснулся Или Крымского Который Это даже не вопрос Проснулся Для него очевидная вещь Но от него это не зависит Зависит все-таки От русского народа Живущего в Москве В Питере В центральных городах От них зависит Они Суицидальщики Как система В основной своей мастер Хорошо Следующий вопрос Почему в государственных музеях Запасники Ломятся от артефактов Опровергающих Официальную версию Историю И свидетельствующие Откуда более А куда более Древнее происхождение Славян и русов О наличии у нас Глубокой древности Своей письменности И развитого земледелия Металлургии Науки и искусства Все это Никогда не выносилось На экспозицию Почему Что об этом Известно в Ноде И в Верхах Вот в Верхах Я думаю Что это прекрасно Известно в Верхах В Вашингтоне И если бы у них Была возможность Они бы это все Уничтожили Как это уже было В нашей истории Многократно Но пока Путин удается Прикрывать Эти материалы Артефакты От уничтожения А в Ноде Какое отношение Известно это Посмотрите Это странный Вот этот пожар Который сжег Важнейшие Исторические документы Очень странный Ну и так далее То есть естественно Американцы Их постепенно уничтожают Ну хорошо Нод Вот хорошо На Верхах Мы определили Теперь в Ноде Что известно об этом Ну известно В Ноде Такие же люди Как везде Раз вы знаете Значит и в Ноде Естественно знают Нод и вы Это одно и то же Это мы и есть Вы что думаете Нод это он с Луны Что ли прилетел Это тот народ В России Это тот народ В России Который не хочет умирать Вот и все Вот это Нод Опять же Я думаю Что ответ уже очевиден Но поскольку Есть вопрос Зачитаю Почему Академия наук Фактически наложено табу На археологические раскопки На русском севере Сибири и Якутии По официальной версии Это белое пятно На карте археологии Там не должно быть Следов цивилизации Но они там есть И эти следы Именно наших предков Русской цивилизации Почему бы об этом Кроме желтопресных Телеканалов Где в кучу мешается Все и смех и грех Никто не говорит Потому что Эти территории Планируют заселить Другими народами Как это еще и было И в плане Гитлера И сейчас Это и в плане американцев По срокам Они планируют Их заселить Я думаю Что уже Ближайшие Ну скажем так Если у них получится Свержение российского государства Как они планируют Начало свержения В этом году В следующем Свергнут По их плану По плану Американского посла Где-то Начнут резню Приблизительно Через года два Массовую И дальше Будут завозить туда Мигрантов Хорошо План Даоса Никто не видел Но он действует Да? Ну это Это план конкуренции То есть Этот план Реализовался всегда Если хотите Прочитать план Даоса Поднимите Про Нуренбергские документы Там он тоже изложен Только Там Заказчик этого плана Гитлеровская Германия Здесь заказчик Такой же Только Американцы Или англичане Вот и все Да из Гитлеровской Германии Все так однозначно Такое ощущение Что там Очень сильно Подхлестывали Для того Чтобы Они поперли Именно сюда А не в ту сторону Куда им надо было Идти В первую очередь Как они собирались Изначально Слушайте Ну а как себя ведут Хищники По отношению К хищникам Так же жестко Как и По отношению К жертвам Понятно Что там Немцы Хищникам То есть они немцы прекрасно понимали, что Советский Союз или Россия ни на кого никогда не нападет в принципе, потому что не умеет агрессивно нападать, в принципе не умеет. Поэтому не было задачи быстрой ликвидации России или Советского Союза. То есть, можно и подождать, и ликвидировать чуть попозже. Что мы сейчас и наблюдаем. Хорошо. Так, здесь вопросов очень много. Я смотрю, они повторяются. Чтобы не занимать времени, я сейчас фильтрую те, которые уже мы дали какие-то ответы. Так, и вот, наверное, под ценностью. Что для вас лично, для нода Родина? Отечество. На каких ценностях? Отечество. А если говорить о границах, о границах, то у любого отечества всегда есть границы. То есть, понятие отечества – это понятие до миллиметра. Правильно? Ну, так ведь? Ну, опять же, очень упрощенно, если говорить, то да. Нет, на самом деле, это четкий баланс границ отечества. Всегда есть. Если мы говорим территориальные вот эти границы, которые на карте, это да. Если мы говорим про отечество, это немножко другое. Нет, отечество имеет всегда четкие территориальные границы. Отечество, понятно, это отцы, культура, но оно имеет всегда границы. То есть, если хотите, это большая семья. Оно имеет границы. Это и правило очень простое. Если вы в отечестве незаконно, а по закону обычно это не бывает, отдали часть вашей территории, значит вы отдали все. Это подобно тому, как в квартиру вселились бандиты, а у вас квартира там 20 комнат, и поселились там в 5 комнатах. А вы сказали, ну раз вы такие сильные бандиты, ну ладно. Значит, будьте уверены, они заселят всю вашу квартиру. Ну как бы это азбука. Если вы не защищаете свое 5 комнат, значит вы не будете защищать и остальные. Или по крайней мере не будете их защищать не больше, чем эти 5. Я почему говорю о сумасшествии русского народа? Мы не защищая свое Киев, Ригу, Вильнюс и другие все территории нашего отечества, не защищая их ценой жизни, если надо, как наши деды и прадеды, мы автоматически обрекаем себя на ликвидацию других частей нашего отечества. Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург и остальное. Мы не будем сражаться за Екатеринбург, когда туда придут иностранные оккупанты. Потому что мы не сражаемся за Киев, потому что мы не сражаемся за Ригу, а значит мы не будем из Екатеринбурга. А бумагу о том, что Екатеринбург не наш, а их, уже написали под названием Роселевской Уральской Республики. Она уже готова. И статус у нее точно такой же, как бумага, подписанная по Киеву и Украине в 91-м. Или по Прибалтии, когда там эти, Ланберрис бумаги свои издавал. Абсолютно одинаковые. Не защищая ту часть отечества, мы не защитим эту и не собираемся этого делать. В этом и есть сумасшествие. То есть, медведь перестал оборонять среду своего обитания. Этот медведь подлежит ликвидации. Никаких сомнений нет. Медведь-ми вегетарианец умрет. Хорошо. Следующий вопрос. Не, не хорошо, что медведь умрет. Я просто говорю хорошо. Я почему говорю, что это решение народа? Это не решение Путина, депутатов. Депутаты есть и Путин, есть производное решение народа. Понимаете? Если народ не хочет защищать свое отечество, значит, это решение народа о суициде. Никто заставлять такой народ жить хорошо и богато не сможет. Даже не будет и не сможет. Потому что нас все время хотят, чтобы Путин заставил, чтобы наши граждане жили лучше, а они этого не хотят. Упираются руками-ногами, получается так. Не хотят даже выйти на Васильевский спуск. Вот здесь такой интересный развернутый вопрос, видимо, о человеке, который в тени. Чем отличается патриотизм от родовых устоев? Что из него исходит? Патриотизм из рода или родина из патриотизма? И почему в нот нет изучения наших древних знаний, например, буквицы, мировосприятия, образной арифметики? Почему вы не углубляетесь дальше 20 века? Итак, первая часть. Чем отличается патриотизм от родовых устоев? А мы даже и в 20 век не углубляемся. Нот – это объединение разных моральных, политических, общественных сил по восстановлению национальной власти, то есть суверенитета. Все. Понимаете, у нас нет системы, в принципе, других задач. Просто другие задачи, они не могут всех объединить. Другие задачи лежат на других субъектах, на вашем радио, на общественных организациях, на обществах, на объединениях граждан. Это их задача – изучать то, к чему они расположены, к чему они ближе находятся. Задача НОДА – решить всего одну задачу. Это власть, национальная власть на нашей территории. Все. То есть власть тех самых обществ, движения, организации, которые есть специалисты в деталях этого процесса. Понимаете? В том числе и в указанной здесь. Поэтому и не должен НОД этого делать. Нам бы решить нашу задачу восстановления суверенитета. Чего мы будем тут еще пытаться выполнять несвойственные нам функции, которые нам не позволят решить главную задачу? Потому что просто отвлекут силы от главного вопроса для нас. То есть я понимаю так, что НОД – это некая концентрирующая структура, которая занимается своим вопросом, но при этом в этой структуре могут быть свои подразделения, которые занимаются уже более узкими направлениями. Правильно? Не так. НОД – это результирующая структура для всех этих подразделений, каждый из которых самостоятельно имеет свои смыслы и цели. Но никакие эти смыслы и цели не реализуются без решения проблемы суверенитета, для которой они все и объединились в НОД. Понимаете? То есть иерархия другая. НОД – не начальство, у которого есть подразделения, отделы, а НОД – есть производное общественное объединение для решения одной задачи, общей для всех. Понятно. Потому что здесь другие еще вопросы идут, которые выходят из этого вопроса, и получается, что они становятся… Ну, я зачитаю там дальше, скажем так или не так. Что делает НОД для реконструкции подлинной истории Руси? Почему НОД не распространяет сведения о Великой Тартарии? Почему НОД не оказал поддержки Задорнову при снятии фильма о Рюрике и Вещем Олеге? Готовы ли вы НОД оказать существенную практическую поддержку по реализации родовых традиций русского народа, как коренного? Ну и так далее. Там про школу, образование и так далее. Ну, вот есть вот конкретные люди, которые знают эти вопросы, судя по вопросу, да, углублены в них, вокруг них есть какие-то коллективы. Очень хорошо, это очень хорошие люди, хорошие коллективы. И я желаю им продуктивной, хорошей работы по изучению истории. Но в данном случае эти изучения будут бессмысленны без победы НОДа. Поэтому я бы предложил им потратить часть своего времени на то, чтобы их задача закончилась победой. А для этого им надо вступить в национально-освободительную борьбу. Не вступить в организацию, а вступить в процесс борьбы. То есть поставить задачу, посильную для себя, по достижению цели восстановления суверенитета. Понимаете, да? Для этого они могут оказаться в системе наших штабов, где я координатор. Могут быть вне системы штабов. Могут действовать самостоятельно. Могут создать свою систему штабов. Главное, чтобы добиться цели восстановления свободы нашего Отечества. Вот и все. Иначе их работа уйдет коту под хвост. Здесь, мне кажется, я понял, почему человек задает этот вопрос. Потому что он думает так. Если капитан не имеет представления, в какую сторону нужно плыть кораблю, то есть конечную цель, то, в общем-то, бессмысленно становится вообще путешествие на этом корабле. Любой ветер будет как попутным, так и не попутным сразу. Поэтому имеется... Сейчас я закончу сейчас. Получается так, что... Почему он задает вопрос? Что если представители НОДа и руководители подразделения НОДа не имеют базовых представлений о нашей древности, о которой мы говорим, славянская, русская древность, мировых клад и так далее, то в этом случае мы можем опять в конечном итоге сбросить одного дракона и вместо него привести другого дракона, который, опять же, не понимая, как жили наши предки, начать строить вот эти капиталистические все изыскания паразитарные, которые нас приведут опять же в упадок и опять будет осуществлено создание нового НОДа, который опять с новым драконом будет бороться и так далее. Вот я так понял из этого вопроса следующее. Нет, нет. Человек не воспринимает... Понимаете, раз он изучает историю, то он должен изучать историю НОДа. Потому что в России сегодняшний НОД не первый. Он из крупных пятый, а по мелочи, может, сотый. И поэтому уже сама технология НОДа уже есть. Ее можно изучить, ее поднимать. Ну, например, изучить технологию НОДа 1612-го, победа НОДа 1612-го года. Или победы НОДа 1945-го года, как политическую часть этой победы. Не как военную Отечественную войну, а как политическую. Поэтому, изучив это, он эти вещи все поймет. Это разные вещи. В этом НОДе я координатор. Такой же, как и он. Не важно, что у меня 250 тысяч человек в анкетной системе координации моих штабов, где я координатор. А у него, может, пять. Мы равны. Поэтому, если он считает, что он там лучше всех хорошо знает, пусть ведет эту борьбу самостоятельно. Да пожалуйста. Если у него будут успехи в этой борьбе, то мы со своей системой штабов к нему присоединимся. Почему он считает, что я начальник? Это неправда. Такого нет. И второй момент. Он про капитана, который куда-то ведет. Капитан нашего корабля, господин Обама. И ведет он корабль на камне. Если этого товарища, который задал этот вопрос, устраивает, что погибнет его отечество, государство и его древности, которые он изучает, это его выбор. Я этот выбор называю суицидальный, потому что он под каким-то предлогом не хочет восстановить свободу своего отечества и свою жизнь сохранить. Значит, он суицидальщик. Значит, больной человек. Ну, я не стал бы... Да, я понял, да. Я бы мысль понял. Я бы не стал так говорить. Да, суть я понял. Логика тут не поспоришь. Простая логическая цепочка. Вот и все. Принимай решение, товарищ. Вот и все. Принимай решение. Остаться у живых, но с гордо поднятой головой, разбившись на камне, куда тебя твое государство бросает и народ, оккупант и фашист на самом деле. Или постараться освободить свое отечество, изменить курс своего корабля на тот, который ты знаешь, какой должен быть. Хорошо. Евгений Алексеевич, предлагаю еще прерваться на музыкальную паузу, потому что еще какие-то вопросы идут. Я за музыкальную паузу посмотрю, что еще пришло, и выберем те вопросы, которые еще не озвучивались. Хорошо? Да, да. Хорошо. Ставлю музыкальную паузу. Четыре минутки у нас есть, чтобы так еще чайку себе подлить горяченького. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 16 марта 2016 года среда, по одному из старинных 15 день месяца пробуждения природы до 7524 лет от ретейника. Разговор с Евгением Федоровым. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Евгений Алексеевич Федоров. Я посмотрел вопросы. Их очень много. Больше 68 уже накопилось. Буду так вот избирательно, наверное, может быть, даже какие-то цитаты из них выбирать, чтобы не растягивать. Но, наверное, начну с самого первого. Владимир Измытич за этот вопрос. Уважаемые соведущие. Является ли правдой то, что люди, присоединившиеся к национально-своительному движению, считают, что враг в России и США? Это ошибка. Рак в России – это распределенная по всей планете преступная группировка возрастом более 1 тысячи лет, преследующая исключительно своей цели и использующая в качестве средств управления религией, коррупцией, власти, СМИ, банковскую систему, образование, алкоголь, табак, наркотики. Как можно верить в то, что наш враг США? США – это инструмент в данной конкурентной ситуации. А это подобно тому, как цирковой зверь обращает свой гнев на кнут, не замечая, что кнут в руках ловкого дрессировщика. Это же самообман. Вот такой развернутый вопрос. – А можно как-то попытаться у этого товарища спросить? Ну, в данном случае не враг, термин все-таки враг, он производный от врага оккупант. А кто был оккупантом Советского Союза в 1941-1944 годах? – Владимир Азматич, к тебе вопрос, пожалуйста, подумай, ответь. – Ну, я думаю, что ответит гитлеровская Германия, да? – Скорее всего. – Скорее всего, напрашивается вопрос, что это гитлеровская Германия, которая возглавляла полностью коалицию, чуть ли не всю Европу, которая воевала против Советского Союза. – Конкретно гитлеровская Германия, там Одесса оккупировала Румынию и так далее. Ну вот, то есть враг, в данном случае, еще раз термин правильно, не враг, а оккупант, всегда конкретный. Никогда это не может быть какая-то аморфная история. Это совершенно конкретный государственный аппарат конкретного государства с его инфраструктурой. И в 1812 году, и во всех предыдущих случаях, когда часть России оккупировались, это всегда государство и его аппарат. В данном случае мы просто традиционно говорим на сегодняшний день, кому проиграл Советский Союз. Блоку НАТО во главе с США. Кто оккупант Советского Союза, как победитель Советского Союза? Государственный аппарат Соединенных Штатов Америки и его союзников. Все просто. Ничего тут сложного в восприятии этого вопроса. Вот как было всегда тысячу раз, точно так и сейчас. Вся эта история там, почему? Он сейчас начинает, наверное, объяснять, почему. Да и у гитлеровской Германии там было куча причин, почему. Кто там Гитлером управлял? Наверное, есть тысячи разных исследований, которые говорят, что Гитлером управляли эти, Гитлером управляли те, такая-то мафия Соединенных Штатов Америки. Да мы с этим не спорим. Но для наших дедов и прадедов, которые сражались с Гитлером, это было неважно, кто управлял Гитлером и гитлеровской государственной машиной. И нам сейчас это не так важно, кто управляет американской государственной машиной. Но для узких специалистов это может быть и важно, для наших в том числе, экспертов при НОДе. Но для НОДа как явления это неважно. Нас оккупировала государственная машина США и их союзников. И боремся мы с государственной машиной США и их союзников. В виде конкретной инфраструктуры, которую Путин и пытается бить по его многочисленным голова. По бизнес-структуре. Весь российский бизнес частный, кроме мелкого. Весь американо-английско-европейский. Весь. Других нет. Ни один богатый человек в России не может быть человеком в российской юрисдикции. То есть это гидра, у которой по линии бизнеса, вот считайте, третья армия, там, не знаю, армия Паулиса немецкая. Вот это армия Паулиса, ну, американская, идущая через бизнес. Соответственно, что Путин для них придумал? Да и офшеризацию. То есть национализацию бизнеса. Привожу на более такой, ну, короткий термин, да. Национализацию бизнеса. Не получается? Не получается. Государственный аппарат подчиняется Соединенным Штатам Америки, как на оккупированной территории все бургомистры подчинялись, на Украине, например, гитлеровской государственной машине. Не каким-то, значит, кланом, как вот тут сказано, мировым каким-то, а конкретно государственной машине и гуляйтеру, который сидел в Минске. Так и наш государственный аппарат через Конституцию законы подчиняется конкретному чиновникам в американском Госдепартаменте с фамилиями, именами и отчествами. Вот это одинаковая история. Придумывать здесь какие-то новые истории, я считаю, не уважать наших дедов и прадедов, которые не разбрасывались на какие-то там мировые закулисья, а четко знали, враг в Берлине. Освобождение Берлина, освобождение от врага. Я думаю, что здесь просто попытался более глубоко посмотреть, потому что если мы убираем, например, одну палку в лице США и сливают ее те же хозяева, они потом могут сделать из Китая очередную палку, из Индии очередную палку, да из кого угодно. И мы будем все время, как, я вот так, насколько понял, пишет наш слушатель Владимир Измытич, что вот мы можем сражаться с этими палками, а эти ребята будут там сеять наверху и назначать новую палку. То Китай, то Индию, то еще кого-то. И мы постоянно будем воевать, не против тех, не будем пытаться тех убирать. Секундочку. Для того, чтобы появилась новая управляющая России, для этого этот управляющий должен у России выиграть войну. То есть может новый управляющий быть в лице другой страны, там, не знаю, там, Франции, может. Но для этого Франция должна вступить в войну с Россией, как вступила война с Россией и Соединенные Штаты Америки, 40 лет воевать и победить в этой войне. Ровно это и произошло в США. Вы эти палки оккупанта легко заметите, потому что должно пройти жесточайшее напряжение сил врага, чтобы он вас победил. Что американцы за 40 лет и сделали. Вспомните, как они зарывались под землю в ожидании ядерного удара из Советского Союза. Десятки миллионов американцев зарывались. То есть это была война, в которой была четко ощутима. В ней погибли миллионы людей. Вот не только там, где я был в Афганистане, как офицер служил, где погибли много и наших людей, и американских людей. Там много погибло в лице маджахедов. Это американские войска, которые там против вас валили. И во Вьетнаме, и в Корее. Это все эпизоды этой войны. У них появили миллионы людей. И не заметить этого нельзя. Понимаете? Когда с вами воюют, не заметить войну нельзя. Нашему уважаемому слушателю удалось ее не заметить. Странно. Я думаю, что он заметил. Просто он понимает, что война идет с кем-то конкретно. Как говорится, у каждой. США. Да, конкретно. Конкретно воевали с Советским Союзом. Конкретно победили. Конкретно оккупировали. Все. Ясно. Если у нас появится новый оккупант, он с нами будет воевать. Нас победит и оккупирует. Как до этого оккупировал Гитлер часть нашей территории. Все. Евгений Алексеевич, а вот если так себе просто представить. Вот победила Россия в этой оккупационной борьбе. Стала мощной, настоящей державой. То, что называется в нашем смысле славянской державой. Да. Восстановила наш статус в мире. И потом просто-напросто разобралась с этими паразитами, которые вот это мутят воду. То одну страну, значая нашу рейту, другую. Вот как, на ваш взгляд, такая ситуация. Если взять вот этих ребят просто и убрать. Ну, там, поставить их в тайгу, например, лес косить. Или снег убирать зимой. Ну, вот те, которые дают указания тем странам, которые против нас воюют. Не конкретно, там, президенту Обаме или кому-то еще. Это, это, вы знаете, вы сейчас обсуждаете... Это очень так, это фантастично звучит. Нет, вы сейчас обсуждаете вопрос, кто будет фигурантом на уголовном процессе, типа Нюрнбергского после... На очередном, да, на очередном процессе. Это, знаете... Далеко еще, да? Нет, смотрите, кто фигурант уголовного процесса, вам ответит любой работник правоохранительных органов, который, ну, занимается расследованиями. Это не ваши желания. Это возникшие по обстоятельствам дела связи с этими решениями, в данном случае, оккупационного характера, геноцида и так далее. Все четко. Если будут на Нюрнбергском процессе установлена связь, условно говоря, там, какого-нибудь там Геринга, например, с банкирами Вашингтона, значит, банкирами Вашингтона будет предъявлено обвинение. Установлена связь, значит, переговоры, коммуникации, указания и так далее. Понимаете? Это совершенно конкретная конструкция уголовного процесса, на который знает и любой следователь ответ. Поэтому я бы на эти ответы просто не забегал вперед. Если будет установлено, что Обама – марионетка корейских студентов, значит, корейские студенты будут привлечены к ответственности. То есть, такая есть русская поговорка – не словивший лебедя, уже его не кушаешь, да? Вот чтобы не забегать вперед, нас сначала лебедя словить. То есть, давайте. Уважаемый слушатель жизни. Он конкретно и есть тот гитлеровский генерал, реализующий план своего начальства на оккупированной территории. Вопрос, ответ понятен на вопрос. Следующий вопрос. Евгений Алексеевич, когда были размещены анонсы ВКонтакте на вашей официальной странице, на странице радио, сразу появились люди, которые начали критиковать. С одной стороны, говоря, что славян не было до VI века, что 7 тысяч лет назад ни русских, ни славян не было. А с другой стороны, начали критиковать, что нодовцы и вы, в частности, много говорите о величии России. А слова, получается, расходятся с делом. Я так понимаю, что, как обычно, имеется в виду ваша партия и вы с ней. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к такой разнице во мнениях людей, которые с обеих сторон стремятся к возрождению нашей страны, пусть у одних является лозунгом суверенитет, а у других нравственных самосознание и почитание предков. Вот такой развернутый вопрос, и надо в нем немножко разобраться. — Значит, первая часть вопроса. Вы, специалисты по деталям древнеславянской истории, вам и отвечать на первый вопрос. — Понятно. Стрелки переведены и понял дальше. — Значит, теперь вторая часть вопроса. Я не понимаю, как можно противопоставить эти вещи. Вот как можно противопоставить чайник у вас на кухне, значит, такси, стоящий у вашего дома? Ну как? Они из разных миров. То есть, понятно, что знания наших историй, оно улучшает эффект госуправления. Это понятно, даже сомнений нет. Но само по себе это из разных миров. НОД решает проблему власти. Других проблем НОД не решает. И не решал до этого. Все НОДы, которые были у нас или за границей, в мире их много было. Это обычная процедура восстановления после оккупации. То есть, она стандартна для любого народа, который потерпел поражение в войне. Понимаете? Ничего нового тут не происходит. И в этой процедуре она объединяет всех, кто хочет остаться в живых или жить свободно и так далее. Вот и все, что нас объединяет. Объединяет она как процедура, еще раз говорю, целевым образом. Это значит, вам не нужно со мной вступать в коммуникацию. Если вы не хотите, я вам не нравлюсь. Идите к этой цели сами. Вот у вас есть друзья, или вы один. Вот суверенитет, идите туда. Пожалуйста. Главное, идите. Не стойте на месте. Потому что стоя на месте, вы будете уничтожены. И мы будем уничтожены. И вся страна. И вот это единственный призыв, о котором я говорю. Я не пытаюсь кого-то подтащить к себе с точки зрения нам штабов. Идите, свои штабы создавайте. Если у вас будет лучше штабы, я попрошу вас на коленях, чтобы вы меня туда приняли. А возьмите меня, пожалуйста. Действуйте. Вы страну освобождаете. Страну освобождаете. Тогда у вас получится все остальное. Иначе ваши задумки, ум, исследования, истории, ничего, они будут не нужны. Подобно тому, как индейцы Америки, Северной и Южной Америки, они были великими народами. Даже не народом, а народами. Их были десятки миллионов. Они строили свою культуру. Они мыслили тысячелетиями. Они думали о будущем. Их просто за 200 лет вырезали под корень. И все. Вместе с их великими идеями, мыслями и желаниями. Все на этом закончилось. Тут будет абсолютно так же. Те же люди, которые вырезали этих индейцев, вырежут вас. И это для них будет естественное мясоедство. Потому что они такие были всегда. А для вас это будет болезнь и суицид. Но это болезнь себе надо преодолеть. Болезнь предательства от своего отечества нужно преодолеть. Или не преодолеть. Тогда прощайте. Понятно. Благодарю за ответ. Следующий вопрос я пропускаю, Тангвар. Потому что уже на него ответили. И про 2000 лет. И про многое другое. И про нормандскую теорию. И почему замалчивают эту теорию те, кто должны не замалчивать. То есть ученые-историки. Следующий вопрос от Александра Назара, участника НОДа из Ульяновска. Евгений Алексеевич. Вам, наверное, известно о создании русского географического общества и о поддержке его Путином. Если вам известно о деятельности РГО, могли бы вы дать оценку этой деятельности? Если вкратце, деятельность РГО в том числе заключается в исследовании Арктики и артефактов наших северных окраин. А также восстановление истинного прошлого России. В частности, на сайте РГО выложены сканы из старинных карт, где показана наша родина несколько веков назад. В ее границах от Востока до Европейской части. В Китайской стены до Северного Ледовитого океана. Иностранцами наша страна называлась Тартария. Каково ваше отношение к подобной деятельности? Возможно, вам известно что-то о ней более подробное, чем нам. Благодарю. Поэтому Путин и лидер НОДа, российского, как национальный лидер, что он всеми силами пытается восстановить наше отечество. В том числе в культурно-историческом смысле, как элемент этого восстановления. Но в том-то и обидно, что из-за отсутствия необходимой поддержки у него этого не получается. То есть людям это не нужно. Ему нужно, людям нет. Но, естественно, я абсолютно приветствую деятельность РГО, которую он создал, вернее возродил. Потому что оно есть продолжение того общества, которое было еще в царской России. Было ликвидировано иностранными агентами-марксистами. И сразу говорю, что именно вот эта лакмусовая бумажка отношению к Путину как раз главное и есть. Потому что без Путина процесс освобождения России, на мой взгляд, просто невозможен. И когда выступают против Путина, они выступают не против Путина. Они выступают против освободительного процесса. Понимают они этого или делают сознательно люди какие-то. Но на сегодняшний день он как национальный лидер неотделим от процесса освобождения. Хорошо. Здесь как-то был вопрос к тому, что если вдруг возьмут этот национальный лидер и просто физически уничтожат, что тогда делать тем людям, которые на него делали ставки? Вот такой важный вопрос, который часто звучит. Ну а если враг уничтожит физически Александра Невского? Ну в истории, конечно. Ну что? Поднимется другой Невский? Поднимется другой Невский. Или будет определенная конфигурация, которая все равно... Процесс НОДА же объективен. И Путин возглавляет процесс национально-освободительного движения в объективном плане. Я вам больше того скажу. Объективно в истории, как правило, первые лица или князья государства и возглавляли эти процессы. Особенно в такой огромной стране, как Россия. То есть если хотите, это совмещение личных качеств, с которыми нас в отношении Путина, которыми нас, я считаю, повезло, с объективным процессом, что именно он наиболее вероятен и мог быть лидером НОДА. Хотя лидером, в принципе, мог быть не только он. Но в истории мы знаем, что лидеры НОДА могли из других слоев населения быть. Мы же знаем исторически. Гарибальди и так далее. Но в данном случае для России практически... Ну исключение в какой-то степени было только 1612 год. И то Пожарский был из царских кровей, то что называется. То есть второй эшелон, но первого эшелона, можно так сказать. Но, как правило, у России вот такая специфика. И это тоже понятно. Потому что быть руководителем такой огромной страны, это испытывать, ну скажем так, ущемление чувства значимости, когда ты видишь, что это такой огромной страной управляют какие-то, иногда просто глупые иностранные чинуши. И это такой личный человеческий вызов. А вот для второго эшелона эта проблема так остро не стоит. Потому что если, допустим, вы олигарх, вам этот вопрос вообще не волнует. Вас волнует, как у вас там работают на вас в Сибири, значит, рабочие на ваших американских фабриках, как они вам собирают ваши, значит, деньги, и вы их отвозите в Лондон. То есть там другие интересы, и там, как правило, люди не созревают на вот этот уровень общенационального лидерства. Понимаете? Тут кругозор надо еще иметь. Или у крупных чиновников, для которых, там, для министров, например, им важно четко выполнять команды американцев, чтобы их не уволили с этой должности, и чтобы они могли наворовать побольше и разместить у этих же американцев или у англичан, которые их прикрывают для этого. Собственно, понятно, неудивительно, что коллаборационистские должности и назначаются люди под воровство, это же понятно. И Гитлер так делал на оккупированной территории СССР. Это им так удобнее. И понятно, что для большинства этих людей вот кругозор, опять же, не позволяет выйти в эту категорию лидерства. Поэтому логично, что Владимир Владимирович в этом, как лидер НОДа и как лидер национальный, противостоит и своему окружению во много. И в широком смысле элитам, то есть порядка 10 тысяч человек, занимающих самые большие должности в стране. И в бизнесе, и в средствах массовой информации, и в политике, и в исполнительной власти, и так далее. Другое дело, что они его боятся. И поэтому многие молчат, засунули кое-куда язык. Но если бы у них была такая возможность, они бы его, конечно, разорвали. Ну это понятно, да? То есть, ну так тоже в нашей истории было не единожды. То есть, получается, они на сегодняшний момент прекрасно знают, что он представляет НОД, один из главных в НОДе, но при этом ничего не могут сделать. Он главный, лидер. Ну хорошо, лидер, лидер, да. Национально-основительного процесса. Тут вообще никаких сомнений нет. Понял, поправку принимаю. Он лидер, но при этом зубки короткие, затупились, и они его уже достать не могут. Правильно я понимаю? Ну они, нет, могут или мы это узнаем. Что же не могут? Это еще неизвестно. Это еще надо пережить этот год. Они же санкции-то только увеличивают. А почему они? Они же понимают, значит, они рассматривают этот вопрос как победный. Вот подобно тому, как Гитлер. Вот напал бы Гитлер на Советский Союз в 41-м году, если бы не рассчитывал на победу. Вот простой вопрос к вам. Любой хищник не будет нападать, любой бандит не будет нападать, если он 100% не уверен в том, что можно победить. Это то же самое. А Наполеон? Понимаете, в чем дело? И они напали позапрошлым году, в феврале месяце на нас военным путем через Киев, рассчитывая на 100% победу. И сейчас на нее рассчитывают. В их понимании они победители. Как и Гитлер, так думал, что он победитель минимум, ну где-то до Сталинграда. Ну может быть до Москвы, ну скорее до Сталинграда. И может даже до Курска думал, что он все-таки победитель. Понимаете? Так они думают. Перелома-то не произошло, мы же отступаем по всем фронтам, как мы отступали в 41-м. Поэтому на сегодняшний день они уверенно идут к победе. И я так понимаю, что ближайшее Бородинское сражение у нас или решающее сражение, это будет в сентябре месяце на выборах. Потому что для них выборы – это любимая тема. Они устроили для этого Болотную площадь, чтобы изменить конструкцию выборов России. Они же… Болотная же победила. Болотная поставила задачу, чтобы были тотальные выборы губернаторов, депутатов Акатукрова, и пробили ее. А что это означает? Вот просто вдумайтесь аналитически. Любые выборы – это деньги. Весь бизнес за рубежом. Программа доавширизации Путина провалена. Значит, любые деньги, которые поступают на выборы, поступают под американским контролем. Ну, любые. Выборы в тотальной… Еще в партиях можно эти деньги как-то отсекать, потому что партий немного. Когда была… Вот сейчас у нас партийная система пока была. А когда этих выборов тысячи, и даже федеральных выборов получается у нас 225, плюс еще партийная компонента, плюс губернаторы, то, естественно, вы уже не отследите эти миллиарды долларов, которые они сюда качают. То есть, естественно, они рассчитывают, что главные козыря у них еще будут положены на стол только в сентябре. Еще они только в сентябре будут… Для чего санкции делают? Для того, чтобы снизить жизненный уровень. Для того, чтобы упали зарплаты, подняли цены, ввелись тарифы. Для чего они это делают? Для того, чтобы выводить зарплату людей. Это же понятно. А для чего им нужно надовольствовать? Чтобы соединилась управляемая система на выборах, на американские деньги, с массовым недовольством людей для цели свержения российского государства. Вот для чего все это придумано. И они идут по этому плану. И они уверены, что они его победят. И я, кстати, тоже не считаю, что, наверное, как и наши, не все в 41-м году считали, что мы победим. Особенно, ну, так откровенно говоря, до московского контрнаступления. Не все так считали. Я считаю, что вероятность их победы очень низкая. А цель у них обозначена официально. Ликвидация не только режима. Посмотрите, речь министра обороны США, действующего министра. Цель санкций – ликвидация российской государственности. То есть, через технологию смены режима они выходят на стратегическую борьбу по ликвидации исторического соперника под названием российское государство. И они могут этого достигнуть? Могут. Потому что люди не хотят защищать своего отечества. Могут. Понятно, понятно. Евгений Алексеевич, честно говоря... Про единую Россию вы там упомянули. Ну, давайте, задайте вопрос, я на нее тоже отвечу. Нет, просто я хотел добавить, что лично я нисколько не сомневаюсь, что победа будет за Россией. Иначе я бы не стал ничего делать. А как у вас есть уверенность? У вас такая уверенность? У вас просто есть такая уверенность. Поэтому я делаю свои дела. И мне плевать на тех, кто там зубоскалит чего-то против России, против вообще славян, против всего нашего славянского мира, братства нашего и так далее. Мне на них плевать с большой горки. Я просто делаю свое дело. И делаю так, как могу делать. Вот и все. Вы молодец, я полностью вас поддерживаю. Вы нодовец. Как? Я не знаю, нодовец не нодовец, но с точки зрения того, как говорил Суворов, врагов не считают, врагов бьют. Если мы будем плакаться по каждому там пасху или в нашу сторону, в сторону России, или русского, или славянского мира, это нас ждет... Я же не о пасхуле говорю. Нет, я просто говорю, какие-то там дела и гадости всякие. Мне плевать, я делаю свое дело. Нет, вы молодец, вы правы. Я о другом. Вокруг вас, люди, ухудшилась у них жизнь? Те, которые начинают жить по совести и знают, как это делать, и делают дела, у них жизнь не ухудшилась. Те, которые нытики сидят и ждут, когда им что-то там в рот положат, сладкий мед, у тех ухудшается. Ну, вы знаете, вот в прошлом году падение экономики 7%, позапрошлом тоже, но оно уже не может бесследно. Но ясно, что оно распределено на всех нас. Поэтому ухудшилось. Давайте честно скажем, ну, в этом же смысл какой-то был, вот в этих санкциях, и в этом ухудшении. И смысл именно раскачать людей. Я понимаю, что вокруг вас другие люди, духовно. Я же это прекрасно понимаю, потому что люди, которые изучают свою историю, они уже другие принципы. У них другие системы ценностей, нематериального характера. Но огромное количество людей, именно тех, которые уязвимы перед этим давлением и санкциями, понимаете? На них-то враг и рассчитывает. Но даже речь-то немножко о другом идут. Мы же видим, что и люди не мобилизовываются. Вот я думаю, что не выйдет на Васильевский спуск необходимое количество миллионов людей, чтобы поменять историю. Хотя это несложно, это два часа времени потратить для 15-миллионной Москвы. Не выйдет. А это означает, что люди не готовы защищать... Они не понимают, неважно по каким причинам. Их уж тут даже заманивают этими концертами. Не готовы они. Но раз они не готовы, значит и победы не может быть у неготовых людей. Понимаете, да? Значит, вот еще мы должны пройти путь испытаний, чтобы эта победа пришла. Я хотел бы, чтобы в этом пути испытаний не было крови. Но она тоже может быть. Это тоже никто это не исключает. Я бы не хотел, чтобы у нее не было войны на той же Украине. Она может быть в этом пути испытаний. То есть если бы люди сообразили сейчас к 18-му числу, вот завтра, тогда не будет ни войны, ни крови. А завтра, если они не сообразили, то это может быть. В этом же и проблема. Если бы люди защищали свое отечество в 41-м, как в 43-м, 44-м, враг бы дальше в Смоленске не прошел. Потому что у людей было все больше, чем больше всего было для защиты, чем в том же 43-м. И танков было больше, и самолетов. Не было необходимого уровня свирепости в защите. Вот я не знаю, вот такой термин подберу. То есть мы еще испытания не прошли, мы не дошли до дна испытаний, чтобы ответить на вопрос, готовы мы сражаться насмерть за свое отечество, или все-таки сливаем его. Вот о чем я хочу вам сказать. А то, что вы умрете за свое отечество, у меня и сомнений нет. Это все здорово. Я просто хочу вам сказать, что мы сейчас общаемся уже, третий час, и у меня какая мысль в голове. Все, что говорите, замечательно, здорово. Многие наши тут вопросы, виды, что патриоты, народники, слово нашли такое интересное, за отчизну готовы там врага на британский флаг порвать. У меня складывается такое впечатление. Многие люди просто не понимают, первое, кто они, кто их предки, и какой устав жизни был. И не понимая этого, они превращаются в иванов, не поющих ростов, или свиней подзаборных, которым, что один хозяин, не важно, американский или британский, что другой, не важно, им пофигу всего. Извините за простое выражение. И поэтому все вот эти призывы, разговоры, для них так, ну, опять там очередная болтовня, опять очередной разговор. Если человек начинает понимать, кто он на своей земле, понимать, что он хозяин, что это его отчизна по роду, и что у него история и прошлое очень-очень древняя, вот тогда он понимает, кто он, и понимает, что в грязь-то нельзя лицом ударить перед своими родичами, перед своими пращурами, ну, что за предками, то, что называют сейчас. И поэтому он начинает смотреть, а как из этой ситуации выходить. И вот те инструментарии, в данном случае вы предлагаете один из вариантов инструментария, да, вот сделать вот это, вот это, вот это. Он начинает же примерить, взять его на вооружение, не взять его на вооружение. Или сам придумать. Да, да, или придумать самому, потому что сейчас там нас могут объявить, вот вы там затеяли разговоры, призывы внут... Я никого не призываю внут. Мы просто беседуем так мило, да? И ищем варианты, а что делать. Вот в данном случае мы, Евгений Алексеевич, выслушим его предложение. А я вообще, видите, какой злой, да? Я вообще никого никуда не приглашаю. Ругаюсь на всех. Вот, да. И получается, что люди, которые не понимают, кто они, они просто-напросто не могут понять, зачем вообще что-то. Поэтому я говорю, если мы четко не представляем, кто мы и не видим цель, то любой инструментариум будет все-таки бесполезен. А вот дальше, вот я одну из своих задач вижу, доносить вместе со своими соратниками то, кто мы на самом деле, какая наша история, наше прошлое, какие народы жили с нами, по каким принципам они жили, как это все строилось, почему мы жили в дружбе, почему эта огромнейшая территория содержалась именно русскими людьми по духу, да, русскими по духу, русскими, русичими, славянами, как хотите, называйте. И все это получилось, срослось. Ведь не просто же так это все произошло. Вот этот русский дух знаменитый и так далее. И вот тут мы можем предлагать инструментарий. Дайте посмотрим, а что предлагает нот. А вот давайте посмотрим, что предлагает вот это. А что ты предлагаешь? И вот тогда уже можно подбирать нужный инструментарий. То есть я сейчас не выступаю как сторонник нота. Я сейчас не выступаю там и так далее. Я сейчас просто говорю о том, что вот если у вас нет в голове тямы, то в этом случае любой инструмент можно испоганить. И в связи с этим, вот следующий как раз вопрос от Владимира Замутища. Злые силы всегда стараются действовать по принципу «не можешь победить врага, возглавь его». Поделили на части и страви между собой. Какова вероятность того, что управление патриотическими силами может быть перехвачено врагами? То есть, если человек не понимает весь его процесса, не понимает, кто и как, чего делают, то в этом случае вероятность перехвата большая. Вот подводил так планы по вопросу от Владимира Замутища. Нет, ну, как бы вероятность перехвата, переведя на военный язык, это, значит, солдат какого-то батальона вовремя разоблачит или не разоблачит немецкого офицера из спецчастей, который, условно говоря, проник в руководство этого батальона. Ну, так, если грубо сказать, да, в военном языке. Ну, согласен, если опытный солдат, он разоблачит этого, значит, человека. Я, как бы, и не спорю. Но это такой все-таки тактический вопрос. Тут, я вам скажу, защищает от этого вопроса наша тактика, я бы так сказал, которую проводят уже штабы, потому что нот вообще нельзя перехватить. Нот – общественно-политическое явление, то есть стихия. Перехватить можно, допустим, управление какой-то организацией, например, штабами. Поэтому мы сделали систему, что я координатор, а это означает, что у меня власти нет внутри системы. Я только координирую взаимодействие. И у нас движение снизу вверх, да, то есть у нас есть принципы, по которым работают штабы. Ни в коем случае не нарушает закон даже в мелочах, потому что это провокация нашей уязвимости. Нарушение закона никаких там киданий яиц, никаких нарушений закона при митингах, пикетах. А мы проводим 6 тысяч пикетов в год. Ни одна организация в России не проводит даже 10% такого количества. Это раз. Второе – уважение друг друга. То есть мы сами начальники над собой, элементы НОДа, части НОДа, штабы НОДа, люди даже, отдельные пикетчики. Но, естественно, друга должны уважать, чтобы друг другу не мешать. Это мы все-таки, провокаторы очень часто используют эффект бездеятельности. То есть стараются НОДовцев перехватить, чтобы они бездельничали, вместо того, чтобы занимались, условно говоря, борьбой, чай пили. То есть вот есть ряд наборов таких принципов, а дальше сам себе начальник. А когда сам себе начальник, перехватывать нечего. Это называется тактика рассыпного строя. Соответственно, у нас 250 тысяч, каждый из которых сам координатор НОДа, по сути своей. И как его перехватить? Самого себя не перехватишь, от себя не убежишь. Поэтому мы эту тактику выбрали, она, по сути, партизанская тактика, как механизм строительства штабов НОДа. И пока нас она, слава богу, оберегает от перехвата провокаторами в систему управления. Но, собственно, ее нет, поэтому перехватить нечего. Ну, поэтому можно убрать одного человека, но при этом убрать движение не получится. Ну, конечно, его просто обойдут, как кассиры любые, и дальше пойдут, и все. Хорошо. Так, следующий вопрос от Владимира из Киева. Если центральные телеканалы – это телевидение врага, то почему уже тогда эти каналы явно ведут пророссийскую пропаганду, поддерживают внешнюю политику и клемят Запад? Как-то нелогично получается. Почему? Все логично. Это системные враги, им нельзя говорить о определенных вещах категорически. Вы видели, чтобы хоть один канал, например, поддержал Путина, когда он поднимает вопросы суверенитета? Или, соответственно, аналог суверенитета в экономике – это национализация российской финансовой системы? Или чтобы он пускал нодовцев на какие-то каналы о содержательной части, не о периферии вопроса, а о содержании, о том, что страна в оккупации? Да я такого не видел в принципе. Вот поднял глава Следственного комитета все-таки, первый замгенпрокурора, вопрос о том, что российская конституция – есть диверсия. Вы видели, хоть что бы кто-то обсуждал это? Нет. Поэтому я не считаю. Другое дело, что, да, каналы боятся где-то Путина, они не хотят оторваться от системы, потому что если они откровенно развернутся против России, они развернутся против России жестко, но вовремя, не заранее. Потому что заранее они получат недоверие и можно будет их даже заменить на базе недоверия. Этот эффект очень хорошо описывал тот же Янукович, когда все каналы на Украине, он там был жесткий лидер, были наполнены его людьми, ему подчинялись. И вдруг все за несколько там, за месяц до госпереворота, вдруг все развернулись, начали работать на врага. То есть мы это еще увидим. Вот я говорю конкретно разворот борьбы против России. А пока я бы сказал, что они не носят такой нейтральный характер. Они как бы за патриотизм, но не за освобождение. И в том числе и по причине того, что они все-таки Путина боятся. Путина по конституции не власть, но по российским традициям он как бы является второй ветвью власти. Первая власть это оккупационная, а у нас как бы двоевласть. А он вторая ветвь. Но называется его власть ручная. Напоминаю, ручная это значит несистемная. Не хочу сказать слова незаконные, чтобы никого не обидеть, но несистемная. В этом и суть ручного. То есть он может попросить чиновника, и чиновник испугавшись его сделает что-то. Но он сделает ровно пока Путин на него смотрит. На следующий день чиновник развернется в противоположную сторону. А смотреть на всех одновременно нельзя. Такой гастарбайтер, да? Смотришь, работает, повернулся, уже отдыхает. Ясно. Хорошо. Следующий вопрос. Если нацлидер ничего не решает, то что же все-таки он решает? Почему до сих пор при власти? Почему тогда его боятся оккупанты? Если он ничем не управляет, ничего не значит в стране. Владимир с Киева. Вот активный такой. Нет, секундочку. Его оккупанты боятся, потому что он лидер национально-освободительного движения. И национальный лидер страны. По одной причине они его боятся. Что он хочет скинуть оккупанта. Естественно, даже огромный воинский отряд оккупанта будет бояться одного партизана, если этот один партизан настойчиво пытается разбить этот отряд. Вот так и делает Путин. И поэтому они его боятся. Конечно, боятся. Но это власть ему в юридическом смысле не дает. Ручное управление, я уже сказал, двое власть и есть. Но ручное власть это по закону. Но вы Конституцию откроете. Вот недавно у нас тут был спор с депутатом. Просто женщина с Кировской. С Курской области. Пишет на Путина бумаги, что Путин там что-то сделал в Курской области. Уволил такого-то чиновника. Сделал то-то. Ему, она все-таки депутат, отвечает. Путинский аппарат. Он пишет, у президента Российской Федерации по Конституции нет права влиять на органы власти. Пишет раз, пишет два. Нет, она как, знаете, как пьяный Доратьева в три часа ночи. Спой да спой. Ну это же дурость. Ну тебе даже президент говорит, что нет у меня власти. Он интервью дает по телевизору, говорит, нет у меня власти, ребята. И действительно в Конституции написано в России законодательная власть, судебная власть, исполнительная власть. Президент властью не является. Прямо в первых страхах Конституции сказано. Там дальше идет куча полномочий президента, но которые не могут нарушать принцип отсутствия власти. Это просто надо понимать. Да, он назначает кадры и то, но все это он делает не как власть. Он это делает как политик, не имеющий права на принятие решений, а трансформирует решения органов власти. А власти у нас три. Законодательная, исполнительная, судебная. И отдельная власть центральный банк. Ну просто это логику, психологию надо понимать. Для немца, для грека, для итальянца это азбука. Какой немец, скажите немцу, что немецкий президент власти, он скажет, ты что, ненормальный? У нас власть Меркель, председатель правительства. У нас власть председателя Верховного Суда и так далее. А в русскому человеку никак... Вот это пропаганда за 25 лет. Мозги проела. Путин говорит, я не власть. Пишет в бумагах, я не власть. По интервью говорит, по телевизору, я не власть. В Конституции написано, не власть. Нет народ, многие считают власть властью и спой да спой. Ну как тут, ну что тут сделаешь? Ну как-то надо включать, наконец, хоть элементарную здравуюсть. Но это не значит, что это плохая должность. Это просто такая должность. И лидер национально-освободительной борьбы не обязательно должен быть властью. Я вот говорю, это может быть... Он первый человек в стране, представитель страны, представительская должность, президент. И он взял на себя национально-освободительную борьбу. И как национально-освободительную борьбу, конечно, его боятся. Потому что он может победить. Если его поддержат народы, он победит. И он народу говорит, вот народ, я вот и сдал указы. Например, ну я уж грубо. Чтобы ваш уровень жизни поднялся в четыре раза. Ну хоть что-то сделайте, хоть пошевелите местом одним. Поддержите меня, чтобы это получилось. Чтобы вы, блин, в четыре раза стали лучше жить. Нет, все равно не хотят. Что тут сделаешь? Я не знаю. Продолжение. Вот вопрос свежий пришел от Владимира. Видимо, когда я задал вопрос, ответы, но слышал. А почему тогда до сих пор физически не устранили нас лидеры? Технически с этим проблем нет. Нет человека, нет проблем. И бояться потом некого. Нет, ну потому что ничего не устранили. Ну, все-таки борьба идет. И что же... Вы так тоже... Он же все-таки является первым лицом в стране. Его охраняет система. Нет, ну там же многих президентов. В Америке он убирали президентов, в других странах тоже убирали президентов. Убирали, убирали. И в России многих царей убирали, англичане. И на Путина было, что к всем уже покушений. Никто и не спорит. Ну, борьба идет. Ну, в любой борьбе, даже и слабого, сильном, у слабого есть шанс победить. Или какое-то время побеждать, понимаете? И деревни на войне переходили из рук руки по семь раз. Что же вы считаете, что американцы все могут? Они не все могут. Они управляют основными системами в стране. Но это не значит, что они, вот знаете, боги на российской территории. Конечно, нет. Идет борьба, маневрирует Путин. Вот, например, вы там задали вопрос по единой России. Что такое единой России? В парламенте у российского президента не было большинства. Еще у Ельцина не было, кстати. И парламент там при Ельцине запускал этот импичмент и прочее. Естественно, если бы американцам удалось такую же систему сформировать в российском парламенте, то ликвидация России произошла бы там, вот во времена чеченских событий, например, лет 12 назад. Соответственно, Путин вел эту борьбу грамотно, профессионально, умно. Да, он создал, например, единую Россию. Но это не партия Путина. Это партия врагов между собой. Напоминаю, что Единая Россия состоит изначально из трех врагов, которые между собой дрались на выборах. То есть противники. Которые между собой свели в одну... Это не значит, что она стала партией Путина. Это значит, что эта партия есть партия компромисса, не антипутинского. Ну, а это не есть партия реформ Путина. Понимаете разницу? Компромисс позволяет ему контролировать ситуацию, чтобы не было проблем из парламента, но не позволяет ему через парламент проводить реформы, о которых он говорит с утра до вечера. По суверенитету, по повышению благосостояния граждан, по запрете повышения налогов, по запрете иностранной приватизации. И дальше попунктно, да. Не позволяет. То есть компромисс позволяет ему не иметь проблем, но не позволяет использовать парламент как реформаторский орган. Вот это надо просто вещи понимать, их чувствовать. И опять же, партии же, производные воле избирателей на выборах, значит, они придумали такую систему, проголосовали за нее. И на ближайших выборах от избирателя зависит, изменится этот баланс в сторону Путина и его реформ по повышению жизни и защиты государства, или не изменится. И наоборот, все это покатится в сторону ликвидации. Понимаете? То есть вы-то людей-то в сторону не отодвигаете. Решающее слово-то за ними. Они должны прийти к этому. Почему мы их и тянем под Путина на его мероприятие, вот как завтрашнее? По этой причине и тянем. То есть не завтрашнее, а послезавтрашнее. Понятно, да. Хорошо, чтобы не затягивать. Вопрос в эфир от Георгия Врачева из Москвы. Здравия, Евгений Федорович. Если СМИ и другие структуры не слушаются Владимира Путина, вернее, слушаются Владимира Путина, нет, здесь другие, не слушаются Владимира Путина, разве он не может обратиться к армии, объяснить ситуацию, взять власть и выбросить всех трудней с управляющих постов военной силой и поставить своих людей? То есть так, пиночет такой. Раз, включился и все, и сделал все дела. И спас Россию. Что-то я не припомню. А пиночет это у нас, что сделал закон, но он не нарушил случайно в этом? Нет, ну, здесь идет с этого разговор, что спасти страну, и какие-то, черт, законы, как некоторые говорят, да? Какие-то законы, мы просто, нас уничтожают. Секундочку, а заказ есть на то, чтобы спасти страну? И себя? Ну вот, смотрите, значит, это получается. Я вижу, что горит дом. Есть заказ тушить дом? Нету, ну, не буду тушить. Так, я буду говорить, дом горит, дом горит, дом горит. А тут я просто беру, а ну-ка, айда, за мной все быстро тушим дом. Все схватились с деревни, прибежали, дом потушили. Но указа-то не было. Что, нет, все сказали, да иди ты со своим домом. Вот так и сейчас в России. Вот это и есть. Для этого послезавтра и проводит он Васильевский спуск, чтобы посмотреть, а будут ли тушить дом. А нужен ли этот дом кому-то в этой деревне вообще? Или плевали все на этот дом? Потому что уже все, деревня опустилась до такой степени, что плевали они на все дома. В этом же и вопрос. Нет такого заказа. И, я не знаю, я в армии служил. Первая заповедь любого военного, любого, я военное училище заканчивал, не нарушать законы. И в присяге у нас это было. С чего вы решили, что военные будут нарушать законы? Вот вы закон не нарушаете, а военные будут. Ну с какой стати? Вот я человеку, который задал вопрос, у него есть такое предположение. Чего это военные от него отличаются? Он не хочет нарушать закон, а военные хотят нарушать закон. С какой стати? Никто не будет нарушать закон, если народ не поставит такие задачи. В принципе, никто не будет. Потому что, и понятно, что любой нарушитель закона вот так все это развернется за одну секунду. И человек окажется, не знаю, на 25 лет в местах отдаленных. Этот военный, который в голову ему пришел, закон нарушит. Ну, понятно. Хорошо, следующий вопрос, что мне затягивать, от Олега из Иркутска. Евгений Алексеевич, предпринимались ли вами конкретные действия как депутата Госдумы по корректировке или отмене статьи Конституции 13-й, там, пункт 2, статьи 29-й, пункт 5, статьи 15-й, пункт 4, статьи 75-й, пункт 2? Эти статьи, по мнению многих людей, в стране не предусматривают государственной идеологии. Вектора развития страны цензуры формируют, цензуры поформируют, вседозволенность, СМИ и так далее, тому подобное, чем всякую гадость. Нет, у нас Конституция оккупационная, но непосредственно механизм оккупации реализуется через 15-ю, 13-ю статью. Кстати, о чем глава Следственного комитета Бастрыкин и говорил. То есть 15-я статья запрещает, то есть предписывает слушаться иностранных чиновников, американских чиновников, отсюда и советники американские, которые управляют нашими министерствами. Они по этой линии выстраиваются. А 13-я статья запрещает государственную идеологию, то есть идеологию в госстроительстве. То есть запрещает самим думать. То есть чиновникам запрещено думать о национальном интересе и вырабатывать предложения, то есть быть источником, идеология – это идея, источником государственных предложений. То есть просто запрещает им быть нормальными думающими людьми. То есть совокупность 13-15 статьи и есть нодовские статьи, то есть те, с которыми борется нод как первыми. А поскольку нод, как мы с вами говорили, это объединение разнородных сил, то, естественно, мы не можем себе позволить вытаскивать все вопросы. Там, условно говоря, в Конституции есть статья, единственная в мире, которая говорит о том, что недра должны принадлежать иностранцам. Единственная в мире вообще Конституция, где это содержится. Все недра принадлежат соответствующему народу, любого всех стран, кроме России. А поскольку в России иностранная собственность, то, соответственно, иностранцам. То есть чисто колониальная статья. Но мы считаем, что даже эту статью пока выносить в этот список не нужно. Надо решить проблему 3-й, 15-й статьи, после чего Конституционная реформа второго этапа уже изменит всю остальную Конституцию в части истории с Центральным банком, с цензурой, недрами и так далее. Понимаете? То есть поэтапное движение. Конечно, да. Потому что нельзя объединить всех вокруг всего. Надо конкретно самые главные вопросы. Такие вопросы мы внесли. И эти вопросы внесены. Конституция устроена так, что надо, чтобы было 90 подписей депутатов, чтобы началась Конституционная реформа, в том числе, которая заканчивается референдумом по Конституции. И мы внесли закон о праве, о Конституционном собрании, вот я автор закона, с правом Путина объявить такой референдум. Потому что у Путина такого права сейчас нет. У него нет права объявить референдум. Мало того, в законе о референдуме, который есть сейчас, прямо написано, что он не может быть референдумом о Конституции. И там же написано, кстати, так, заодно, что этот референдум не может противоречить решениям американских чиновников. То есть там и это даже в законе о референдуме. То есть гражданин России, 150 миллионов граждан России по закону о референдуме, значит, меньше, чем один американский чиновник иностранного специализированного учреждения. Так закон о референдуме написан, понимаете? Поэтому это все колониальные вещи. Но не об этом дело, тут к вопросу. 13-15 статья нами внесена. Закон, позволяющий принять эти статьи, то есть начать Конституционную реформу, нами внесен. И в настоящее время расстановка сил, в том числе по указанному причину народа, не позволяет запустить собственную Конституционную реформу. Как только на стороне Путина будет достаточный сил, пользуясь нашими статьями, которые мы внесли, он эту реформу, конечно же, запустит. Хорошо. Вот, наконец-то, вопросы пошли, которые по теме нашей заданы, не просто о политике. Вопросы Ферта Александра Кадатского из Ярославля. Как вы понимаете, что вы понимаете под славянством, является ли, с вашей точки зрения, славяне отдельной национальностью, которая должна управлять страной? Вот так вот поставлен вопрос. Славяне – это этнос, исторически, восточные в том числе славяне, исторически жившие на нашей территории, который в процессе расширения своего государства вступил в союз на своих условиях, то есть на своих культурных условиях с другими этносами, и совместно уже сформировал то государство, которое мы знаем как первое русское государство полторы тысячи лет назад. Как мы его знаем. Я понимаю, что и до этого жили и были, но мы говорим о том, что на сегодняшний день есть. Широко известно, да? Да, да, да. И дальше уже, собственно говоря, славяне стали русскими. То есть русские – это уже не национальное понятие, это уже понятие объединительного национального. И дальше уже порядки славян стали общими порядками – язык, культура и все остальное, способы государственного строительства, система взаимоотношений, которая уже трансформировалась уже в дальнейшие русские государства. Вот я, например, по происхождению из Скобарей, это жители Пскова и Новгорода, кому-то напоминаю. Это одни из 140 народов, этносов на базе славянства, это тоже славяне, конечно, сформировавшие русскую государственность. Ну, хорошо, вот вопрос-то он подводит к чему, Александр, что эта национальность или общность людей, она должна управлять страной все-таки, в первую очередь? Славяне – это совершенно один, если формально, это один из этносов, создавших российское государство. Принцип славян таков, это же не англосаксы, что равенство, в отличие от англосаксов, это значит, что никогда по хромосомному принципу в российском государстве не будет иерархии народов. Понимаете? Да, понятно. Чтобы не заделать, теперь следующий вопрос от Данила. Здравия со ведущим, Евгений Алексеевич, что вам известно или как понимаете копное право на уровне державы, если же оно вам известно? Благодарю за ответ. Если коротко, власть снизу вверх. В отличие от англосаксонского принципа, театральная власть на подмозгах, фальшивых столкновений на выборах и в парламенте. Следующий вопрос от Александра из Ярославля. Существует предположение, что лично вы и Владимир Путин отстаиваете суверенитет нашей страны только потому, что за вами стоит олигархат, который хочет сохранить свои капиталы и имущество после определенных событий. Войны, революции, как угодно можете назвать. Сам СССР же никуда не делся. А вы предлагаете дать больше полномочий Владимиру Путину, вместо того, чтобы говорить о том, что нам нужно вернуться к законодательству и Конституции СССР, которые были, которые бы решили большинство проблем. Вот такой длинный вопрос. Так, ну я так увидел в нем два вопроса. Значит, с точки зрения национально-освободительного движения, вот просто есть терминология, олигархат – это враги. Почему? Потому что олигархат – это иностранные, управляющие экономикой. То есть изначально национально-освободительное движение – это наша нация, освобождается от внешнего управления. Олигархат – это система внешнего управления. Альтернатива олигархам, если вот так уже сказать, вот как бы посмотреть на этот вопрос, это национальная аристократия, которой в России просто нет совсем, как класса. То есть в России нет ни одного национального аристократа в области экономики или бизнеса, ни одного. То есть института такого принципа нет. То есть любой человек, который занимается серьезным бизнесом, кроме мелочи, но мелочи аристократно быть не может, просто не тянет, любой является оккупантом. Потому что он любой получил эту власть на управление бизнесом от оккупанта за рубежом, причем вывезя туда заложников в виде своей семьи, детей и так далее. То есть так устроена эта технология. Поэтому, когда вы говорите о национально-освободительной борьбе любого народа, на любой территории, вы автоматически понимаете, что враги их олигархи. Именно поэтому Путин и пытается провести политику деколонизации, деофшеризации, да, то есть национализации бизнесов. Понятно, да? То есть с точки зрения стандартной практики и теории НОДА, олигархи наши враги. Как бы они лично не относились, кстати, к России, потому что изначально они не могут быть не иностранными управленцами, в принципе. То есть олигарх это уже иностранец, все, точка. Результат победы НОДА, да, это, возможно, естественное появление национальной аристократии, потому что в любом обществе есть аристократия. Но этой аристократии сегодня нет вообще ни одного человека. То есть если мы говорим о будущих возможных союзников, которые должны, они должны еще только появиться с нуля. И они появятся, возможно, даже скажу жестче, скорее всего, после победы НОДА в процессе уже развития, национального развития. Но они появятся с нуля, понимаете? Так что вот этот момент. А второй был вопрос по СССР. Да, что почему просто не признать, что СССР существует, конституция есть, просто вернуть и все. А кто вам сказал? Верните. Это, наверное, с вами разговаривает Господь Бог, и он сейчас издаст указ и все вернет, да? Ну, Александр точно из Ярославля это написал. Ну, я понимаю. А вот, да, является ли он Господом Бога, или каким-то Перуном, или кем-то еще, я не знаю. Верните. Нет, естественно, я признаю Советскую Конституцию, и присягу дал в Советском Союзе, как офицер, и служил в действующей армии, то есть в боевой обстановке, в исполнении этой присяги. Естественно, я ее признаю, но просто путь к восстановлению нашего Отечества в международно признанных границах 1945-1991 годов, это путь освободительный на нашей территории. Потому что между нами и этими границами лежит российская конституция, утвержденная народом в 93-м году на референдуме, российское государство, как коллаборационистское, и эти государства, эту конституцию надо преодолеть, то есть развернуть на суверенитет. А для этого НОД на территории России и штабы НОД, которые я координирую, и функционируют. Такой же НОД функционирует на территории Украины, на территории Казахстана, Прибалтики и так далее. Понимаете, да? Мы подразделения в России, в Прибалтике, в Литве, там, в Эстонии, подразделения НОД, которые освобождают эту территорию. Но решающее дело за нами, то есть освободив территорию России от внешнего управления, мы автоматически помогаем освободительному процессу уже по всей территории Советского Союза. Почему я говорю, международно признанные границы у нас и победа НОДа в России автоматически освободить территорию Советского Союза. Но сама такую задачу не ставит, просто потому что, условно говоря, Третий Украинский фронт имеет полосу наступления в своем фронте. Он не полезет на Багамские острова, понимаете? Там свой должен быть фронт, если он там нужен. Так? Я как бы понятно пытаюсь изложить свою мысль? Надеюсь, да. Я потому что я же не могу за всех слушать. Так и здесь. Поэтому, естественно, я за Советский Союз. Но путь к Советскому Союзу идут через освободительные процессы на территории России, которыми мы и занимаемся. Честно говоря, я думал, больше будет вопросов все-таки по нашей древности культуры, как мы и предполагали. И многие сказали, да-да-да, давайте-давайте. А сейчас я вижу, что именно вопросы больше идут по политике, по ближайшему каким-то делам. Видимо, народ это волнует очень сильно. Я предлагаю вот, что поскольку время уже позднее, вот сейчас выборочные пять вопросов я задам, потому что здесь еще около ста вопросов. Вот пять вопросов я самых таких задам, и мы уже будем закругляться с эфиром, а то завтра все-таки рабочий день. И у вас, и у многих других. Надо как-то с этим считаться. Итак, первый вопрос. Опять же, сказано во всему, вот я его выбрал, Васлав написал, почему, если Россия оккупирована, президент не говорит об этом, почему не заявит, что он может или не может делать, кто ему мешает, почему, если ваша партия ничего не может сделать с оккупантами, вы не сдадите свои мандаты, не вернитесь к народу, не можете сказать, поменять ситуацию. То есть, очень простая, вот послезавтра будет что-то, он выйдет и скажет, все, там, на коней, на шашки и так далее. То есть, вот опять народ, этот вопрос, который мы уже три раза поднимали, вот опять очередной раз волнует. Вот, еще раз говорю, все партии на оккупированной территории, они есть производные оккупационных порядков, то есть, неважно какая партия, уже сам факт участия в коллаборационистском парламенте, любой партии есть производные оккупационные механизмы. Ну, слушайте, мы что, первый раз, или одна страна, которая была в оккупации, ну, посмотрите, как это везде работало. В той же ГДР был, конечно, коллаборационистский по отношению к Советскому Союзу парламент, это же понятно. И там были разные партии, или в Польше, или во всех других, и в оккупированной даже были органы власти, там, условно говоря, Болгарии, до того, как Россия освободила Болгарию от 500-летнего Османского вига. То есть, это обычная практика. На оккупированной территории СССР были бургомистры и советы даже, старосты, которые, естественно, функционировали по законам, разработанным в гитлеровской Германии для оккупированной территории. Поэтому ничего ровным счетом другого не происходит. Да, но вот идет борьбу ведет, в том числе и внутри партий, которые функционируют в Государственной Думе. И я уже подробно говорил про Единую Россию. Единая Россия есть полшага к освободительному процессу. В чем полшага? Это партия, которая не ведет войну против своей страны. Понимаете? И в этом величайшая заслуга Путина, что он создал компромисс, хотя бы решив задачу, чтобы это не вели войну против своей страны. Но задачу освобождения эта партия не может решить без сильного Путина. Если Путин резко, сильно укрепится народом, тогда приводной ремень через Единую Россию заработает в сторону освобождения. Ну, так, механизм, кроме того, теперь почему он не говорил? Ну, во-первых, а почему он должен был говорить на потеху толпе? Я не понимаю. Ну, кроме того, вообще-то он говорил. Вы просто не хотите это выяснить, вытащить. Он говорил о том, что страна, он называл это термином, я говорю, оккупация, он называет это термином, Россия находится в полуоккупации. Ну, давайте поговорим о терминах. Чем полуоккупация отличается от оккупации? Я не знаю. Наверное, вот вежливо сказать полуоккупация. Но, на мой взгляд, это одно и то же. Вежливый человек сказал вежливую фразу, да? Хорошо, чтобы не затягивать, теперь следующий вопрос, опять же, по истории, по нашей, от Михаила из Москвы. Если было озвучено, что одно из самых полагающих факторов для объединения и процветания нашей державы – это изучение нашей древней культуры, исконного наследия предков, то оно является запретом. Какие шаги делаются адекватными людьми в правительстве, если, конечно, это можно озвучить? Если в правительстве какие-либо министры начнут проводить адекватные шаги на этот счет, они будут уволены в 24 часа оккупантам. Угу. Ясно. То есть, если даже они кем-то делаются, то делаются так вот совершенно осторожненько, чтобы, не дай бог, что-то там… Естественно, с разными терминологиями аккуратными. Ну, условно говоря, там, помните, когда Путин дал команду, чтобы историю изучали, чтобы в наших школах занимались воспитанием детей? Ну, вот он пытался продавить это через этот механизм. Ничего не получилось. Он пытался провести вот этот единый учебник истории. Министерство образования в циничной форме не согласилось, скажем так, да? Ну, идет борьба. В этой борьбе надо укреплять одну сторону. Вот, условно говоря, если у вас борьба идет Красная Армия с гитлеровскими войсками, вам надо укрепить Красную Армию, чтобы она победила. Вот и все. Нет укрепления для Красной Армии – нет победы. Понятно, понятно. Так, следующий вопрос от Олега из Иркутска. Евгений Алексеевич, как вы лично, вы влиятельный политик, общественный деятель, относитесь к указу президента о защите Корана, Библии, согласно статье 28 Конституции Российской Федерации? И согласно этой же статье запретили в Омске славянское наследие, которое вышло под названием «Славяно-ритские веды». Благодарю. Ну, идет борьба, то есть политика оккупантов, ликвидация русского населения, славянского населения, кстати, официально это записано в гитлеровских материалах, об этом же говорила руководство Соединенных Штатов, в этом, собственно, и смысл войны с Россией, которую они развязали в позапрошлом году, в феврале месяце. То есть идет борьба, война, на уничтожение. Ну, а как вы хотите? То есть как-то вопрос звучит так. В мой огород залетел снаряд, почему он туда залетел? Потому что вы на войне, товарищ. Хорошо, я тогда вот уточню, наверное. Ведь вот эту поправочку лично Владимир Владимирович внес в свое время, что не трогать ни в коей мере вот это, вот это, то есть там Библию, Коран, ну и так далее, вот эти, да? И встает вопрос, а если он лично это внес, может ли быть такой вариант, просто рассмотрим, может быть такой вариант, что он просто дополнит то, что давайте-ка внесем еще и славянское наследие, в частности вот это, вот это и вот это, которые тоже нельзя атаковать, поскольку это разрушает стабильность в стране и может привести к неприятным последствиям. Возможно такое вообще? Да, да, конечно, конечно, возможно. Вопрос только в том, будет это выполнено или нет. Потому что для одних решений есть расстановка сил, а для других нет. Ну это же принято решение вроде, насколько я понимаю. Потому что для этого есть расстановка сил. Ага, а если попытается хотя бы, этот же документ станет известен, и тогда сразу пятая колонна вскроется, а вот они запретили вот это, понятно, кто враг? Так и так понятно, кто враг. Если кому-то непонятно, кто враг, пусть посмотрит на свой холодильник, например. Ну понятно. Но если хотя бы, если хотя бы так предположить, возможно ли он, может ли он внести хотя бы вот это, ну, отправить в Дуну? Я не понимаю. Слушайте, вот заниматься разговорами, а что он может еще? Может ему танцевать на левой ноге, а потом может на правой, а потом ему сказать это, а потом вот еще вот ему как-то вот так вот нарисовать такую-то картину. Ну это какой-то неправильный разговор. Он делает то всеми силами, что только может для нашего Отечества. Вот если что может, он делает. А вот еще, как это вот депутат из Курска, а вот еще мне спляши, вот сделай вот красиво в Курске, вот так не будет. Ну понятно. Так, еще два вопроса я выбираю, которые еще могут как-то подойти по нашей теме эфира. Так, ну трудно, на самом деле, больше ста вопросов. Хорошо, вот, Евгений, вопрос Евгения Александровича. Можете ли вы подтвердить, что 282-я статья была создана прежде всего для преследования русских патриотов и каковы ее перспективы в России? Поподробнее там, раскройте статью для наших слушателей. 282-я статья, это, сейчас тоже не процитирую, но по ней, в общем, судят как именно тех, кто выступает за какое-то там движение, связанное с нашим наследием или говорит, что там... Нет, такого нету. Уж точно нет. Слово «наследие» в уголовном кодексе точно нет. Нет, там понятно, что слово «наследие» придирается не к наследию, там к чему-то другому придирается. Я так понимаю, речь идет о статьях УК, которые борются с сепаратизмом и с, скажем так, с национальной враждой. Вот я так понимаю. Ну, основа нашего государства все-таки межнациональный мир на базе русских порядков. То есть, русский человек в Российской Федерации является привилегированной, доминирующей, как бы, как Сталин говорил, русский народ. То есть, основа государственных порядков. И русских в Российской Федерации подавляющее большинство. Поэтому эта статья направлена на защиту всего государственности, для борьбы с сепаратизмом. Ну да, вот я могу процитировать. Свои с расколами, да. 282 статья. Возбуждение ненависти либо вражды, а равное уничтожение человеческого достоинства. Первое. Действие направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношения к религии, равное принадлежность к какой-либо социальной группе, совершенной публично, или с использованием средств массовой информации. Это первая часть. Ну и там те же деяния, там усиление идет. И так далее. То есть вот, насколько я понял, человек, который задал, Евгений, да, насколько я понял? А, нет-нет, Олег не подписался, к сожалению. Он пишет, что в большинстве своем эта статья применяется именно против русских. То есть привязывают любые выступления русских, виден в защиту своей какой-то национальной гордости, самосознания, древности. Сразу под эту 282-ю статью. А, ты других там оскорбляешь, ты там сепаратист, там, и кого только не вешают. Вы знаете, мне кажется, что русские в российском государстве, как говорится, старшие товарищи. И все-таки они отвечают за самочувствие вообще России как таковой. То есть они хозяева квартиры. Русских большинство в России, они хозяева квартиры. Они решают, какие порядки в этой квартире. Да, кроме русских в этой квартире еще где-то по углам еще живут другие национальности. Но это только укрепляет эту квартиру, и порядок определяется все-таки русским. И в этом плане я не вижу, чтобы эта статья была направлена против хозяина квартиры. Она скорее направлена на поддержание порядка на окраинах. И хорошо, тогда последний вопрос уже задаю. Вы понимаете, если мы говорим о национальных вещах, я, наверное, об этом надо сказать. Я просто знаю, что, и мы все время с ними сталкиваемся, что есть целая группа, которая проводит политику запрета по национальному признаку людям, по какому-то запрету, быть русскими. Просто запрещают. То есть проводят вот эту политику, что нельзя быть русским, допустим, там, не знаю, татарского происхождения, удмуртского происхождения. Это, понятно, антироссийская политика, организована оккупантом. То есть задача разделяя власть. Вот как они поделили Пакистан с Индией. И реализуется ли она через людей, которые почему-то называют себя националистами. Ну как? То есть, условно говоря, вы найдите одного русского, чтобы он был русский 100%. Вот генетически. Таких нет людей. Обязательно хоть в десятом поколении у кого-то будет какой-нибудь там татарин, не знаю, удмурт, кто-то еще. И когда они вот эту политику проводят, ну они же не дураки, они прекрасно понимают, что как только у вас будут при государственных актах выяснять, какая была национальность вашей прабабушки, с этого момента вам запретят называться, соответственно, русским. Потому что в России русский, условно, Удмурт женился на татарке, значит, у них дети русские. Он стал русским, да. С этого момента пошел окончательно ликвидация российского государства, не только как государства, а безвозвратное, то есть как народа. И народ же можно не только ликвидировать резнёй, как американцы, индейцев, можно его ликвидировать и запретом называться на основе своей культуры и истории, запретить им быть русскими. И как только вот вводят эти вот, я знаю, Дёмушкин и так далее, всё. Мы же посчитали в своё время, что если проведутся их мысли о запрете русских, ну, например, там, давайте посчитаем, в каком поколении. Запрещают в пятом поколении, русских становится сразу 30 где-то миллионов. Запрещают где-то в шестом, в седьмом, русских вообще мы не видим, да, может быть, 2-3 миллиона останется. Мы сразу автоматически потеряем все зауральские территории сходу. Потому что там будет русских меньше половины, а не половины, меньше там 20%. И это всё искусственно, понимаете? То есть это именно против технологии русского государственного строительства, на которые наши государства создали. Вот как бы, знаете, отмотать плёнку обратно. Мы за полно... вот тысячи лет создавали путём намазе русского объединения народностей в один русский этнос прилагательный, а тут отвернуть обратно, чтобы обратно всё это распалось на кусочки. Ну, понятно, что это замысел врага, что тут говорить. А то, что он при этом называется националистами, ну, это называется полк Брэденбург, был в гитлеровской Германии, такой полк возглавлял его от Скорцени. Этот полк носил советскую военную форму, все люди там говорили по-русски, это были наиболее преданные гестаповцы и немецкие солдаты, у которых была специфическая работа в тылу русской армии, ну, советской армии. Понятно. Последний вопрос зачитываю, потому что ещё Юрий так ни одного вопроса не задал. Долго искал, но вот просто глаза остановились. Вопрос от Александра из Москвы. Сталин поднял страну за пять лет, а вы говорите, что нам, чтобы перестроить экономику на национальные рельсы, нужно десятки лет. Немного ли? Нет, подождите. Если реализуется план Путина о национализации российской экономики, страна будет поднята лет за пять. Просто не вопрос. Вот, может быть, у нас есть экономисты, которые просто послушайте, что хочет Путин, о чём он говорит и даже издаёт на этот счёт свои приказы и распоряжения, а не просто, знаете, говорит с телевизора. То есть документы издаёт, указы майские, например, так называемые. Это распоряжения о посланиях Федерального Собрания, они оформляются распоряжениями, где он требовал обнулить процентную ставку и так далее. В чём его план? Вот, изложенный в документах, которые категорически не хотят выполнять власти в России, разные, поскольку власти подчиняются внешнему управлению, понятно, почему не хотят. В чём его план? Он предлагает национализировать российскую финансовую систему путём обнуления процентной ставки Российского Центрального Банка и снижения норм регулирования до европейских. Он прямо говорит, делайте, как ФРС и ЕЦБ, прямо в послании об этом говорит. А у ЕЦБ, я напоминаю, отрицательная ставка. Значит, обнулили ставка. Что произошло, когда обнулили ставку? В российскую экономику хлынули рубли, которые сейчас держатся высокой ставки цены денег. То есть, чтобы вы как бизнес получили деньги, рубли, вам надо написать проект, в котором вы можете оправдать кредиты, купить кредит 30% годовых. Нереально, это невозможно. То есть, барьер такой. Вода не поступает в этот бассейн, понимаете? Ставка обнуляется, и у вас в экономику хлынет 60 триллионов рублей, которые заменят иностранные доллары. То есть, в экономике России. То есть, у вас не поменяется денежная масса страны, она поменяет знак с долларовой на рублевую. В результате у вас обнуляется инфляция, и в экономику 60 триллионов рублей, ну, чтобы порядок цифр был понятен, весь наличный рубль 8 триллионов, а тут 60. Безинфляционно начинает поступать в инвестиционные проекты. Говорю по-русски. В России начинаются строиться десятки тысяч заводов сразу на второй день. Просто деньги для этого есть. Вам дали деньги, и вы на них построили заводы, как бизнесмен, инвестор. Естественно, в кредит, естественно, в залоги вы дали. То есть, не на халяву. И на этой базе у вас произошла резкая индустриализация, тем как при Сталине. Вот план Путина. Естественно, при таком резком экономическом росте легко выполняются его указы о четырехкратном росте доходов населения. Это понятно. Потому что страна, экономика кипит, создаются миллионы новых рабочих мест, десятки тысяч заводов, их же строить надо, там должны люди работать. Все это приводит к резкому росту доходов. Рост доходов укладывается вот в этот майские указы о повышении доходов. Тут все сбалансировано. Результат, быстро это самоиндустриализация. Но его указы и распоряжения не то, что не выполняются, а правительственные чиновники делают публично, нагло, прямо противоположные вещи. То есть, они подписывают, они власть в отличие от него. Они же власть исполнительная. Они пишут законы для Думы, которые их принимают и так далее. Они прямо противоположные решения принимают. Он говорит, нельзя повышать налоги. Они принимают решение поднять акцизы по бензину. Плевали они на его решение, понимаете? То есть, мы и отчуда и говорим. Граждане России, если вы плохо разбираетесь в экономике, разберитесь в политике. Поддержите главы государства в его плане индустриализации, в том числе индустриализации страны. Выйдите, например, послезавтра на Васильевский спуск. Дайте необходимое количество людей. Это укрепит его позиции, и он пойдет в атаку. По направлению, которое он публично, многократно, не то что изложил, а изложил в указах и распоряжениях. То есть, баланс сил изменится в его сторону. Вот власть от министров перейдет к главе государства Путину, понимаете? И пошла реализация его плана. Которые доходы населения, индустриализация и все остальное. То есть, проблема не в Путине, а проблема в народе, который не хочет, чтобы этот план реализовался. Но я не могу себе представить, чтобы человек, который хочет, чтобы реализовался план, не пошел на Васильевский спуск, потратив на это два часа. Я считаю, что два часа за четырехкратный рост доходов, ну, скажем, не такая большая цена. Потратить два часа своего времени в пятницу, понимаете? Хорошо. У нас есть еще один соведущий, Юрий Алексеевич Тяжелов. И вот, наконец-то, хочется все-таки дать ему слово, чтобы сказал, что сидит уже четвертый час и так и упорно молчит. Пожалуйста, Юрий. Да, почему же он молчит? А что ты молчишь-то? Что ты сел в скромность? Да, ну, я хотел сказать спасибо Евгению Алексеевичу за то, что он три часа отвечает на вопросы. Причем музыкальных пауз было значительно меньше, чем обычно в передачах «Славянское радио», поэтому уже достаточно сложно. Ну, во-первых, я хотел бы, так как мне дали слово под конец, я хотел бы договориться насчет интервью с Евгением Алексеевичем, потому что под конец не удастся, я думаю, что вопросы, тем более, надо как бы близко к завершению передачи. Вот, я надеюсь, он согласится на интервью. Буду очень рад. Спасибо. И все-таки один вопрос, может быть, есть положительные сдвиги сейчас в расстановке сил? Вот такой вопрос под конец. То есть, может быть, вы видите какие-то тенденции? Спасибо за вопрос, Алексей Алексеевич, очень хороший вопрос, на самом деле. Конечно, есть положительные сдвиги. Вот, подобно тому, как были положительные сдвиги в сожженной Москве, она позволила в 1812 году мобилизоваться для освобождения Отечества, правильно? Вот, есть положительные сдвиги сейчас, конечно. То есть, произошло, если хотите, сожженный мост. Вот, я думаю, что Владимир Владимирович поэтому и пошел на решение по Крыму, поддержал народ в Крыму и референдум, потому что, конечно, он понимал последствия. Но он понимал, что эти последствия поставят нас перед ситуацией, когда большинство, значительная часть, извиняюсь за слово, большинство людей в России поймет, что дальше жить в оккупации нельзя. Хотя бы потому, что их жизненный уровень начнет так активно падать, что они сообразят взаимосвязь явлений между оккупацией и падением своего жизненного уровня. И произойдет народный подъем, энергия которого будет направлена в национально-освободительное движение, то есть в освободительный процесс своей страны. И, на мой взгляд, он здесь не ошибся. То есть, действительно, НОД набирает обороты. Я его просто вижу даже по деталям. Условно говоря, вот 5-го числа у нас в Москве было уже 5 массовых пикетов, ну, считайте, массовых митингов. Раньше у нас силы, может, хватало на 1-2. Ну, это такой, извините, такой мелкий момент, но все-таки он показательный в каком-то смысле. То есть, в России, или в России сформировалось порядка 5 тысяч нодовцев, вооруженных на Донбассе, которые, часть из них поехала сейчас в Сирию добровольцами. Сейчас они там оттуда вернулись. Соответственно, поскольку Путин там закончил процесс вот этого вот сирийского характера, блицкрик по тылам врага, как мы называем. И этих 5 тысяч гвардии Путина не было еще 2-3 года назад, понимаете? То есть, это тоже, а это важная вещь, это не просто вежливые люди, а это те самые вежливые люди, которые готовы немедленно положить свои жизни за Отечество. И понимают, что оно в оккупации, в отличие от вежливых людей, которые, допустим, просто служат в армии, понимаете, да? То есть, это положительные вещи. То есть, ну, самое главное, это, конечно, на мой взгляд, все-таки народ должен, ну, скажем, приблизился к пониманию ситуации. И здесь я согласен, вот, звуча с нашим интервью оценка, что можно надеяться на победу. Я тоже надеюсь на победу, потому что для ней через испытания, часть из которых мы прошли, наконец, складываются объективные условия. То есть, люди начинают осознавать, может, потому что их уволили с работы, у них появилось время, осознавать, что они находятся в оккупации, а значит, они осознают, что необходимо предпринять усилия по освобождению из этой оккупации. И вот в этом надежда на спасение и есть. Поэтому, вот, знаете, если бы спросили у меня, то, что упал жизнь у народа, это плохо, я скажу, плохо. Но то, что это привело к главному, к продвижению, к освобождению, это очень хорошо. И поэтому я огромный оптимист в этих вопросах. Я как раз считаю, что, как всегда в нашей истории, эти испытания приводят к освободительному процессу, а значит, я за эти испытания, как это ни странно звучит. Юрий, не молчи. Да, но я предлагаю подвести их к концу передачи, потому что, в принципе, много времени уже прошло. Давайте. Ну что ж, раз ты предлагаешь, не имею права возражать. Итак, в заключении передачи, в заключении наших эфиров у нас есть хорошая традиция, когда выступающий желает что-либо тем, кто его слушает. Вот предоставляю Евгению Алексеевичу микрофон для того, чтобы в заключении сказать несколько слов для наших радиослушателей. Во-первых, спасибо вам и слушателям радио за ту огромную работу, которую они проводят по восстановлению нашей национального самосознания идентичности, которые, и это единственная есть основа нашего дальнейшего развития, и, не забываю вывести этого слова, за вашу борьбу, за Россию, за российский народ, за его основы, и пожелать, естественно, и вам победы, и нам всем победы в этой борьбе, на самом деле, наверное, надо еще жестче сказать, в этой войне, и достижение тех целей по прогрессу, равновесию, счастью и свободы нашего народа, на которые вы кладете свое время, силы, а может быть, кто-то из жизни. Спасибо вам. — Благодарю. Вот что могу сказать в заключении нашего такого продолжительного эфира. Это не самый длинный эфир, у нас были эфиры по шесть часов, но все-таки надо понимать, что завтра рабочий день. Сразу уточню, что у нас написано в анонсе еще раз, что участие в эфирах Народнославянского радио, представителей каких-то политических партий или течения, не означает того, что радио стало политическим, или однозначно стало на сторону какого-то политического движения. Нас интересует, как наше древнее наследие, знание и мировоззрение воспринимаются не только славянофилами, но и известными политиками. Вот с этой целью этот эфир и проводился. К сожалению, на мой взгляд, ну, может быть, отчасти, к сожалению, вопросов по нашей древности, по истории, по прошлому звучало не так много. Это говорит о том, что все-таки независимо от того, какого себя направления человек, к какому направлению человек себя относит, к мировоззренческому, все-таки политика так или иначе выходит на одно из ключевых мест. Не знаю, хорошо или плохо. Мне казалось, что эфир должен был все-таки по наследию. Но мы подчиняемся тому, что было в чате. Мы подчиняемся тому, что было у наших радиослушателей. У наших радиослушателей были вопросы, какие мы задавали. Не все, опять же, к сожалению, мы задали. Ну, что смогли, то смогли. Благодарю, Евгений Алексеевич, за участие. Благодарю, Юлия Алексеевича, за участие. Хотя и участие было мальчаливое в большей степени, но все-таки. И, естественно, огромная благодарность, низкий поклон всем радиослушателям, кто слушал, задавал вопросы. Потому что благодаря именно вашим вопросам и строился этот эфир. Мы не просто так говорили о чем-то, о любви о птичках, о звездочках. Мы говорили о том, что волнует наших радиослушателей. А потому и радио является народным. Напомню, что по одному из календарей у нас 16 марта 2016 года среда. По одному из древнеславянских 15 день месяца пробуждения природы 7524 лета. Третьяник. Разговор с Евгением Федором. Такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Евгений Алексеевич Федоров. И я желаю всем добра. Желаю вам здравомыслия. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.